Друзья, всем привет! Вы слушаете SDCast, 95 выпуск. С вами в этой виртуальной студии, как обычно, я, КС Даймон. Сегодня у меня в гостях ребята из компании Excelsior. Это Никита Липский, один из инициаторов, в общем-то, проекта Excelsior Jet и в данный момент руководитель продуктового отдела. Павел Павлов, просто человек, который занимается уже 20 лет с лишними компиляторами, оптимизирующими и вообще вопросами внутренней архитектуры GVM. И Иван Углянский, один из разработчиков рантайма, там Garbage Collector, загрузка классов, многопоточности и прочее, прочее. Ребята, всем привет! Привет, привет, привет! Ну, сегодня у нас прям насыщенный состав, большая команда. Давайте, надеюсь, получится обсудить всякие разные аспекты и рантаймы, так сказать, компиляторы и прочее. Но вначале, по традиции, чуть больше пару слов про себя расскажите, потому что я так очень кратко. Наверное, Никита, с тебя начнем. Ну, про себя. Ну да, то есть как бы Jet изначально, то есть проект, если все, про него еще не будем, насколько я понимаю, много говорить. Ну да. Да, то есть как бы сама идея его возникла у меня очень давно, когда я еще был студентом. И да, я вот, то есть студентом я был в компании с 96-го года. И вот с тех пор сначала я пробивал эту идею, потом проект начался, и вот мы все делаем и делаем его. И все интересно до сих пор. Ну, сейчас он вообще, как я понимаю, так сказать, ваш главный флагманский продукт, именно Excelsior Jet. Ну, он изначально был главным флагманский компания, когда образовывался Excelsior, там уже сразу был флагманский проект, продукт именно Excelsior Jet. То есть она образовалась в 99-м, хотя история у нас идет в 80-е, корнями заходит. Вот, ну да, с 99-го сама компания, и вот мы сразу уже объявили, что мы будем делать GVM, и это наш флагманский продукт, действительно. Ясно. Ну, с тобой все ясно. Ты, в общем, прямо, так сказать, со скамьи студенческой попал сразу сюда, и вот уже тут 20 с лишним лет, в общем, занимаешься этими всякими штуками. Ну да. Паш, давай ты, может, тоже про себя чуть расскажи. Ну, у меня история в чем-то похожая. Я пришел чуть позже, в 97-м году, в конце, вот тоже студентом на стажировку, и с тех пор, в общем, занимаюсь системным программированием. В основном это компиляторы, компиляторные технологии, вот, ну и много-много другого. То есть проект очень богатый, в нем много очень всего. Ну, вообще GVM, это такая долгоживущая вещь с, скажем так, с богатым внутренним миром, сравнимо, наверное, там, с разработкой операционок или чего-то типа такого. Ну, и я почти везде побывал в этом проекте, в ядре, вот, почти все потрогал, некоторые части, там, спроектировал или переписал с нуля за это время. Ну, кроме того, участвовал во всяких других проектах, но в основном, конечно, в GVM. Понятно. Вань, ну, наверное, тут теперь твоя очередь, да, тоже, что ты скажешь. Ты, я так понимаю, в общем, самый молодой член нашего сегодняшнего дискуссии. Сегодня я самый молодой, действительно, да, я в Аксессоре всего 7 лет. То есть я, ну, официально там трудовая здесь появилась в 2011-м, ну, и до этого я пришел тоже как студент, собственно, на стажировку, но вот после этого остался как сотрудник. Ну, я в основном занимаюсь фронтаймами, действительно, то есть в компиляторах редко что-то делаю, а в основном вот поддержка исполнения. Ну, это разнообразные компоненты, там, и ГЦ, и не ГЦ, и всякая синхронизация, и профилировка, и так далее. Ну, в общем, то, что связано с исполнением. Ясно. В последнее время еще стараюсь про джет где-нибудь рассказывать. Ну, да, да, тут как бы Никита тоже выступает. Да, да, я забыл сказать об этом, да, что я в последние там лет 7 как раз езжу по всяким конференциям, рассказываю. Ну, да. Все такие интересные вещи. Ладно, об этом, возможно, мы тоже еще успеем чуть-чуть поговорить. Давайте, наверное, все же ближе, так сказать, к основной теме. Вот, Никит, ну, поскольку ты стоял у истоков, наверное, расскажи вообще, что такое, что за проект XSERJet. То есть, наверное, немногие слышали, давай там в двух словах скажем, что это, в общем-то, как, значит, модно говорить, yet enaza еще один GVM реализации. Но это, может быть, будет немножко не обидно, но я ни в коем случае не хотел этого сделать. Давай ты расскажи вообще, что это, зачем, вот как бы будет интересно, наверное, послушать. Ну, это совершенно не обидно, это действительно yet enaza GVM, то есть мы, и мы гордимся этим, что мы действительно GVM, а не просто, как некоторые думают, что мы какой-то там статический компилятор для Java. Действительно, отличительной особенностью нашей GVM является вот это наличие такого статического компилятора, который порождает из Java bytecode обычные исполняемые файлы для целевой платформы. Как бы, ahead-of-time компиляторы сейчас появляются и в других GVM тоже, но у нас вот это с самого начала, это был как бы такой основной фокус у нашей GVM, что мы весь bytecode доступный до исполнения, превращаем в машинный код, и у нас, значит, сразу исполняется Java программа на железе. Но, на самом деле, почему мы все-таки называемся в GVM, потому что кроме, собственно, вот этого кода, есть много чего в GVM, и все это вот много чего у нас тоже есть. В частности, у нас есть и Just-in-Time компилятор тоже для загрузки классов, которые не были известны во время компиляции программы, то есть до исполнения, которые не были известны. Мы загружаем динамически. Слушай, ну а как вообще вот как бы появилась идея, то есть в чем была проблема, то есть что не устраивало там на тот момент стандартное GVM, и почему вот как-то хотелось именно вот что-то такое, то есть, ну, во-первых, это в первую очередь связано с тем, что хотелось как-то ускорить там процесс загрузки, вот это все, то есть, ну, основные вот плюшки, которые вытекают там из head-of-time компиляции, либо же вот, ну, какие были предпосылки вот всего этого? Ну, как бы, как я уже сказал, продвигать то, что нам нужно это делать надо еще в 96-м году, а на момент 96-го года Java вообще интерпретировалась, то есть не было джетов вообще, в принципе, никаких еще, и, соответственно, она была крайне медленно. При этом язык был задизайнен так, что не было никаких причин бы его не компилировать заранее, то есть в этом языке нет никаких таких супердинамических конструкций, как в каком-нибудь PHP или Python, которые бы делали бы невозможным статическую компиляцию Java. Поэтому прошла, а мы в этот момент, наша компания в этот момент делала уже компиляторы тоже с такого языка тогда, можно сказать, модного, но не очень. А Берон, это такой предтеча Java, его изобрел Николас Фирт, который известен также как автор из Паскали. И у нас уже был статический компилятор с этого языка, у нас был горбочеколлектор, у нас были уже какие-то наметки рефлекшена, то есть в Абероне был тоже рефлекшен, то есть очень много того, чего в Java есть, у нас уже на момент 96-го года было. И Аберон от Java отличался там, нам казалось, ну там парами пунктов, что мы вот сейчас вот сделаем, а я видел, что действительно язык-то очень такой перспективный. То есть я, когда его просто видел, сразу понял, что он будет мейнстримовым языком и со ценой начал пиарить, что ребята, давайте делаем, ну я пришел к большим дядькам тогда, я же был студентом. Давайте сделаем статический компилятор с Java и прозвездим, грубо говоря, да? Ну, на что мне сказали, хочешь – делай. Ну, в общем, вот и делаю до сих пор. Да, никак это, кстати, не отпустят, в общем, тебя. Я хотел добавить то, что на тот момент та компиляторная технология, которая была у компании, это был такой фреймворк, у которого было много бэкэндов на разные платформы, такие как, ну, X86, понятно, Spark на то время, потом, что там, MIPS, еще какая-то ерунда, я уже не помню, ну, на разное железо. И несколько разных фронтендов под разные языки. В то время, вот, Аберон был, Модула 2 и несколько проперетарных языков, которые делали для разных заказчиков. И все это довольно хорошо работало, то есть там был внутри оптимизатор платформы независимый, и можно было вроде как сравнительно легко подключать и новые фронтенды, и новые бэкэнды. И вот Никита тогда, студент, пришел и стал двигать свою идею, ему сказали, ну, возьми, да сделай фронт из JavaBiteCode. И казалось, что эта задача небольшая. Ну, да, в принципе, я прототип за полгода-то наколбасил, и у меня действительно началось все там парсаться, все-все пожираться. То есть, Hollow World мы где-то в 97-м уже точно сделали. Да, но за время пути собачка могла подрасти. То есть, пока мы это делали, и Java сама росла, и там появлялись там джиты всякие оптимизирующие, то есть и по перформансу приходилось догонять, и много новых фич появлялось. В общем, нам было чем заняться. Ну, да, изначально, то есть Java там было все-таки, фичи у него все-таки значительно больше было, чем в Abirone. Например, там была такая синхронизация, которой в Abirone не было, такая вещь в себе. Трайкедж-файнали, которые были наворочены, и которой, опять же, в Abirone не было. Там, JNI, чтобы нам... Вообще, изначально, как мне удалось вообще продавить этот проект, что у отцов-основателей была такая мечта сделать переносимый пользовательский интерфейс. А в Java уже тогда прямо сделали вот именно эти переносимые пользовательские интерфейсы. И казалось, что если мы сейчас возьмем Java, то вот мы сейчас ее сделаем быстрой, мы можем писать переносимые пользовательские интерфейсы. А, да, и как бы, ну, там для того, чтобы, собственно, это действительно произошло, чтобы действительно можно было писать переносимые пользовательские интерфейсы, нужно было вот эту Java-овскую прослойку между C и Java поддержать. И это тоже у нас довольно сильно заняло. Ну, поддержали, все заработало. Ну, действительно, сейчас можно писать переносимые пользовательские интерфейсы, но я не очень всем этого уже думаю. Ну, да. Слушай, ну, вообще, идея написать что-то такое универсальное, она как бы не оставляет умы человечества вообще нигде, и программистам в особенности, как мне кажется. Но я что-то вот спустя уж столько времени не вижу каких-то таких проектов действительно супер-пупер удачных, когда, в смысле, где вот эта идея, она действительно на выходе имеет какой-то такой прям вау-эффект. Ну, это как бы клево, да, но когда ты пишешь серьезные приложения, все время как-то появляется куча вот этих костыликов, платформа специфичных, и вот они, к сожалению, пожирают вот эту всю прелесть вот этого изначальной идеи. Но это ладно, это мелочь. Знаешь, мне понравилось, что я услышал, что вот там Паша рассказывал там про то, что отдельно бэкэнда, отдельно фронтэнда, и очень напоминает мне вот, как я там недавно читал про устройство LLVM, да, вот, так сказать, тоже вот это. Ну, надо понять, что в компиляторах там фронтэнд и бэкэнд – это немножко не те понятия, которые могли подумать наши слушатели там в современном айтишном мире, да, где там фронтэнд – это что-то такое вебоподобное. Это совсем другое. Но про это мы еще поговорим. В общем, понятно, да, чтобы хотелось вот такие штуки сделать, ускорить. Вот, давайте, наверное, теперь поговорим про самую, собственно, главную особенность, вот уже Никита и упоминал, что ahead-of-time компиляция, да, давайте, может быть, как-то так зайдем с такой теоретической стороны, что вот, ну, есть там, значит, привычные классические GVM – это JIT, то есть just-in-time компиляция, и вот у вас как ahead-of-time компиляция, вот все же какие, чем отличаются эти два подхода, да, так сказать, что вообще принципиальная разница, ну, и какие-то плюсы-бинусы, я думаю, отсюда потихонечку как раз там получится углубиться там в подробности вашей реализации. Кто там, не знаю, начнет из вас готов взять микрофон в руки. Ну, как бы, принципиальная разница, собственно, в названиях, конечно же, то есть ahead-of-time компиляция, мы компилируем байт-код до исполнения, и во время исполнения у нас уже есть машинный код, который исполняется, собственно, сразу на железе. Just-in-time компиляция – это сначала классы, то есть, ну, ты, собственно, превращаешь в машинный код во время исполнения, ты можешь их сначала до этого поинтерпретировать, как это делает hotspot, а, в принципе, были реализации, которые сразу же рождали машинный код, тоже без интерпретации. Ну, интерпретация – это просто, условно говоря, распарсить и распарсить исходники, там, ну, условно говоря, прочитать, чтобы понять, так сказать, что они из себя представляют, а уже именно непосредственно выполнять их до того момента, в тот момент, когда это требуется там в программе, соответственно. Ну, как бы, интерпретатор, он реально интерпретирует, то есть, в GVM может быть интерпретатор, то есть, это GVM – байт-код, который абстрактный машинный код для виртуальной Java-машины будет интерпретировать, и в hotspot такой интерпретатор есть. И just-on-time компилятор начинает работать далеко не сразу. Сначала код исполняется на этом интерпретаторе, потом понимается, какой код является часто исполняемым, то есть, горячим кодом, и этот код уже потом отправляется на вход к динамическому компилятору, который порождает, по байт-коду, который горячий, уже машинный код. Так вот устроен hotspot. У нас устроено по-другому немножко. Мы видим все классы, которые нам известны до исполнения, их компилируем в машинный код, и во время исполнения машинный код просто исполняется, как будто у вас программа была написана на C++. Ну, а если есть все-таки классы, появляются какие-то во время исполнения, то они у нас джутуются. Ну, это вот, собственно, да, наверное, самый такой очевидный. Ваня хочет добавить. Да, давай, Вань. Нам тут трудно немножко диспетчеризироваться. Но тут есть еще такое важное отличие, что, ну, да, вся схема именно такая, но стоит еще сказать, что джит во время компиляции кода очень сильно опирается на профиль. То есть, он собирает профиль о том, как конкретно идет исполнение, и в зависимости от этого различный код генерирует. Но при этом довольно часто может спекулировать. То есть, он, ну, например, увидит, что чаще всего исполнение идет по какому-то одному пути, например, по одной ветке IFA, ну, или там виртуальный вызов всегда приводит к вызову какой-нибудь одной реализации. И он сгенерирует код именно на это рассчитывающий. То есть, понятно, что будет у него там backup pass, который, если что, сделает вообще весь этот код невалидным, вернет его в интерпретацию и так далее. Но в любом случае, джиты чаще всего используют информацию об исполнении, и это тоже их особенность. То есть, в АОТ по умолчанию, если мы не говорим пока что ни про какие там дополнительные всякие режимы, то никакой информации об исполнении изначально нет. То есть, мы должны сгенерировать такой код, который вообще всегда будет хорошо работать. Ну, корректно, по крайней мере. Мы никакие там деоптимизации, вот прыжки между этими уровнями компиляции мы не делаем. Это тоже довольно важное различие. Ну, да, да, в принципе, логично. Паш? Паш, еще хочу добавить. Ну, я хотел бы дополнить то, что Ваня сказал. На это можно с разным сторон взглянуть. Вообще, тема очень богатая. То есть, вот Ваня говорит, что джит использует профиль. То есть, он может себе позволить. С одной стороны, да. С другой стороны, для джита это необходимость. Потому что, если джит не будет профиль, то для чего вообще джит нужен? Потому что интерпретарты работают не просто медленно, а чудовищно медленно. И если джит просто во время исполнения будет брать эти кусочки кода, компилировать, не спекулируя, не используя профиль, то это, конечно, будет быстрее, чем интерпретатор, но все еще недостаточно быстро. Поэтому ему приходится это делать. То есть, это как бы его и сила, с одной стороны, что он может так делать, с другой стороны, это необходимо для достижения премиума перфоманса. А статический компилятор, у него тоже есть как бы, его сильные и слабые стороны, они вот просто взаимодополняющие для джита. То есть, он, как правило, не может позволить себе спекулировать так вот жестко, во всяком случае. Но, с другой стороны, он видит гораздо больше, чем джит, и он не так ограничен в ресурсах. Потому что джит-то работает вместе с твоим приложением. То есть, вот тебе надо, я не знаю, там, обрабатывать какие-нибудь запросы, да, а у тебя в это время джит сидит и отъедает память и такты ЦПУ, чтобы тебе скомпилировать. И делают это при каждом запуске. Заметь, что каждый раз, когда ты запускаешь свое приложение, фактически происходит компиляция заново. То есть, ты каждый раз тратишь на это машинный ресурс. А статическая компиляция, она делается один раз до запуска, и потом при запуске переиспользуется результат. И статический компилятор видит намного больше, и поэтому может, опять же, позволить себе использовать какой-то более глубокий анализ кода, более серьезное преобразование и более массовый. Потому что джит, если даже он оптимизирует сильно, он может оптимизировать, он может позволить себе либо делать, скажем так, мало, либо делать много, но очень выборочно. То есть, вот определяется, что у тебя там один-два ходспота в приложении, то есть там горячих циклов, например, где тратится там 80% времени. И может себе позволить оптимизировать их в усмех. И тогда это работает хорошо. Но если у тебя приложение с таким более плоским профилем, то есть у тебя нету вот именно выделенных каких-то совсем горячих мест, а есть, скажем так, теплые, то есть, которые занимают там 10-15%, или бывает крайний случай плоского профиля, когда у тебя все занимают там по 0,1. То есть, тысяча методов занимает 0,1%. То есть, GT не может себе позволить просто все их скомпилировать, соптимизировать. Это уже займет слишком много времени. В этих случаях статический компилятор, конечно, лучше подходит. Так что плюсы и минусы GT и LT, они взаимно обратны, я бы так сказал. Ну да, они и обратны, и, с другой стороны, могут вполне себе дополнять друг друга. Да, поэтому у нас есть и то, и другое. Ну да. Но у вас то и другое есть еще и в том плане, что всегда есть ситуация, когда невозможно заранее, так сказать, там все скомпилировать, и может появиться какая-то динамика, и тут как бы от GT уже никуда не уйдешь. Но мне понравилась, знаешь, очень интересная мысль. Ты сказал, что GT, как бы он работает прямо внутри приложения, и вот, собственно, извечная проблема всех GT, когда там гарбич-коллектор, да, что нельзя, чтобы он там тормозил, когда есть жесткие требования к приложению там по перформансу или какие-то предсказуемости времени выполнения, да, что вот здесь надо как-то там писать очень-очень что-то такое маленькое, чтобы оно быстро, но и эффективно работало с одной стороны, а в АОТе немножко другая крайность, то есть ты можешь безгранично там глубоко анализировать заранее, но вот тут тоже, в общем-то, интересно у нас, какие перформансы, какие оптимизации можно производить, то есть они получаются более универсальными по сравнению с GT-овыми, правильно же, да, я понимаю? Ну, да, отчасти да, то есть в принципе JIT может делать все, что угодно, ну, опять же, тут это очень, я могу об этом часами вообще разговаривать, поэтому если что вы меня останавливаете, тема очень глубокая, вот вся эта компиляторная, оптимизаторная, она там многие десятилетия развивается, причем непрерывно, вот, поэтому там много всего есть, но если вкратце сказать, то, ну, грубо очень, да, то есть оптимизация бывает там, можно сказать, более-менее локальная и, скажем так, контекстно-зависимая, то есть локальные это какие? Вот, например, JIT может себе позволить, то есть он увидел горячий код, все там проспекулировал, заинлайнил, например, получил вот такую мотню из кода и начал ее оптимизировать, и может ее очень жестко заоптимизировать, и тогда, если это действительно большая часть твоего приложения, времени этого приложения проводится в этом коде, то он будет работать быстро, вот, но он может это сделать, скажем так, в очень ограниченном объеме, а у Тея другая ситуация, то есть он может сделать те же оптимизации, иногда меньше оптимизации за то, что не смог проспекулировать, иногда больше, но он видит шире, скажем так, у него другой взгляд просто. Не знаю, смог бы объяснить или нет. Не-не, ну, в целом... Я еще хотел сказать, такой момент, что, несмотря на отличия, то 90, там, может быть, 95% оптимизаций у JIT-компиляторов и от компиляторов одинаково, потому что основные оптимизации это классические совершенно оптимизации, это протяжка константы, там, всякие удаления недостижимого кода и всякое такое, и эти оптимизации делают, да, примерно одинаково, как в статических компиляторах, так и в динамических компиляторах, то есть там отличие начинается, действительно, что вот JIT-ы, они используют какую-то информацию, говорят, видят, что здесь вот мы видим, что тут виртуальный метод в статическом компиляторе, мы должны с виртуальным методом, либо, действительно, дальше вызывать его косвенно, этот метод, либо с помощью анализа придумывать, какой, на самом деле, таргет этого метода. Если нам удалось доказать таргет этого метода, то мы в статическом компиляторе можем этот метод заинлайнить, а в JIT-е они могут ничего не доказывать, они видят, что, действительно, всегда вызывает этот метод и просто его инлайнить безусловно. Ну, правда, поставив, понятно, некоторый гард о том, что если что-то поменялось, то мы этот код больше не будем использовать. Ну, ты говоришь, они могут, на самом деле, они анализировать не могут. То есть, еще раз, вот JIT и АОТ, то есть, если смотреть изнутри, то это, то есть, оптимизация, набор похож, оптимизация, но условия применения разные и анализы разные, скажем так. Ну, условия применения, да, то есть, JIT – это профилировка плюс спекуляция, а АОТ – это статический анализ плюс статический анализ. Вот сильные и слабые стороны примерно отличаются. В принципе, можно профиль учитывать и в АОТ тоже. И причем эта тема очень старая, то есть, еще там, как минимум, в 90-е годы большинство C++ компиляторов умело это делать. Это вот Profile Guide Optimization называется, ПГО. Вот. И мы тоже в какой-то момент в JIT такую фичу включили, потому что поняли, что в некоторых случаях, конечно, профиль нужен. Вот. Но для АОТ это выглядит следующим образом. То есть, вы запускаете свое приложение, собираете профиль, а потом этот профиль меняете, чтобы перекомпилировать. JIT это делает более прозрачно. То есть, не нужно там отдельные запуски и все такое. То есть, как бы само собой. То есть, в этом смысле, конечно, JIT, с одной стороны, удобнее, да, но там тоже есть свои, как бы, издержки. То есть, например, вот то, что уже пару раз сегодня прозвучало – нестабильность исполнения. То есть, ваш код работает, работает хорошо, но в какой-то момент может случиться что-то, загрузка класса или просто управление пошло по другому пути. То есть, в ИФе у вас условие всегда шло на левую ветку, а пошло на правую ветку. То есть, не в ZEN часть, а в ZEN часть. И у вас просто значительно, то есть, ваш горячий код может просто выкинуться, все свалиться в интерпретацию, и вы на ровном месте непонятно от чего получите там проседание на пару порядков, например, производительности. Конечно, через какое-то время это снова будет там заоптимизировано и так далее, но, в принципе, там есть вот такая, как бы, автоматика, но и меньше контроля, больше нестабильность из-за этого. Ну и, кстати, эта автоматика, она же тоже дорогая. То есть, за счет того, что автоматические профили собираются, это еще тормозит исполнение вначале. То есть, известная проблема джетов – это долгий стартап. Прогрев, так называемый. Да, да, так называемый прогрев, формап. То есть, вот запускаете GOM, и сначала она там еле-еле шевелится, проходит какое-то время, и вот только после этого все там, вот профиль собирается, и с помощью этого, в конце концов, перекомпилируется там C2, в случае хедсплота, например, и все начинает работать быстро. А в АЛТ-таких проблем нет. За счет того, что все заранее скомпилировано, и даже если вы профиль собирали, то вы тоже это сделали заранее. А за счет этого стартап очень быстрый, это одна из таких, это побочный эффект, на самом деле, от АЛТ-компиляции довольно приятный. То есть, то, что приложение стартует очень быстро. Ну, в некоторых местах это просто вообще очень важно. То есть, например, какие-нибудь микросервисы должны стартовать быстро, правильно? Ну, и там на Embedity, например, тоже очень важно, чтобы ну, как можно меньше работы делалось на старте, ну, и в принципе. На Embedity все еще хуже? Да. Для JET-а, потому что там, во-первых, как мы выяснили, у нас есть версия JET-а для ARM, для ARM32. И мы выяснили интересную вещь. Мало того, помимо того, что там меньше ресурсов, все такое, вот соотношение между скоростью исполнения кода и скоростью JET-ования, оно как бы не константно. То есть, если, например, на обычном Intel-овском процессоре запустить, и у вас там будет, я не знаю, там сколько-то, ну, скомпилированный код будет исполняться в 10 секунд, например, а JET-оваться там, я не знаю, там 30, да, то есть разница в 3 раза, ну, к примеру, да, какого-нибудь приложения, то на ARM это будет разница не в 3 раза, а там в 10-15 раз. То есть, JET там работает медленнее. И плюс к тому, на самом машине еще меньше ресурсов, медленнее память, меньше кэши. То есть, это все, конечно, влияет не в пользу JET-а. Не-не, но понятно, что когда ограничены ресурсы, любая дополнительная, так сказать, работа, которую нужно сделать в рантайме, она, ну, как бы накладывает свои отпечатки. Мне, смотрите, вот как бы с одной стороны, АОТ хорошо, да, что ты заранее соптимизировал, больше там схватил. Вот вопрос про профиль, что ведь не всегда тоже можно собрать такой прям вот хороший, правильный профиль. То есть, где ты его можешь собрать? Собрать где-то в тестовом окружении, да, запустить приложение в принципе, вот как оно выводит. То есть, это все равно немножко не будет соответствовать тому рантайму, в смысле, тому продакшн-режиму, в котором работает приложение уже именно вот в реальности. Все же отличие тут есть, наверное, ведь, правда же? Ну, смотри, а что мешает запустить приложение под профилировкой в продакшне? То есть, на самом деле, ну, есть, понятно, случаи, что если ты, скажем, шипаешь свое приложение многим разным клиентам, то везде ты, наверное, профиль не соберешь. Но если мы говорим, например, по сервер-сайт, то у нас вполне можно просто запустить под профилировкой на продакшне, получить настоящий боевой профиль и его использовать. Понятно, понятно, да, запустил, как бы, да, он немножко чуть-чуть там помедленнее поработал, но зато собрал профиль, при этом, как бы, ты потом перекомпилировал и, в общем-то, получил более оптимальный вариант уже скомпилированный. Да, ну, здесь, конечно, все равно есть слабость, что ну, ты собираешь какой-то конкретный профиль в какое-то конкретное время, да, ну, и ты мог просто не дождаться какого-то важного изменения, и, соответственно, у тебя профиль немножко устареет. Это есть такое. То есть, legit на это среагирует. Если пойдет прям изменение динамики, то есть, совсем по-другому начнет работать приложение, legit на это среагирует. Понятно, что у тебя все сначала замедлится из-за деоптимизации, но, в конце концов, профиль пересоберется, все перекомпилируется и там производительность вернется. С pgo такого, конечно, не будет. То есть, как ты заранее собрал профиль, так и будет работать. И если что-то пошло не так, ну, значит, нужно пересобирать профиль снова вручную. Ну, вот это вот некоторая слабость, да, такого подхода pgo по сравнению с legit. Но на продакшене в любом случае можно профилировать. И мы очень старались, чтобы это можно было сделать. То есть, собственно, наше профилирование тормозит не сильно. То есть, там, 10-15% просадки производительности, это можно потерпеть. Денек погонять в таком режиме, после этого получить профиль и перекомпилировать, чтобы все работало. Да можно и денек достаточно, часом. Ну, смотря какое прорывание. Я к этому добавил бы, что все-таки профиль для нас это не единственная и не главная вещь. Не главная. Оно там дает кратный выигрыш по перформансу. Но это не всегда бывает. Это не всегда бывает так. Иногда, ну, точнее, очень часто бывает так, что, в принципе, даже без использования профиля, то есть, код получается достаточно, скажем так, имеет премиум производительность работает достаточно хорошо, благодаря как раз статическому анализу и более широкому взгляду от ЭК-компилятора и способности его оптимизировать. Ну, понятно. Я чуть-чуть добавлю, собственно, в чем отличие. Мы собираем профиль, и Хедспот собирает профиль, но Хедспот в основном ориентируется на профиль, а мы в последнюю очередь верим профиль. То есть, если вот наш статический анализ не дал нам четкого ответа, что тут за инлайнить, как конкретно оптимизировать, вот тогда мы будем обращаться к профилю. То есть, разница в приоритетах. И, ну, поэтому, опять-таки, да, если даже профиль изменится, это может быть не так критично для нас, потому что главный приоритет, главный акцент мы делаем именно на статическом анализе. Да, то есть, для нас профиль – это как бы последняя надежда, а для Ходспота первая и единственная. Да, именно. Ну, для GTA. Ну, понятно. Слушайте, а вот какие еще, так сказать, минусы у АОТа по сравнению, которые мы уже называли, что возможность какой-то необходимости переключения на анонимический GIT, когда, если есть какая-то подгрузка, невозможность заранее увидеть какие-то такие супергорячие куски, которые, может быть, можно было бы более агрессивно оптимизировать. Вот что еще какие есть, может быть, такие минусы или какие-то особенности, больше отрицательные, скажем так. Ну, самая главная отрицательная особенность – то, что изофьюз, конечно, хуже, потому что тебе сейчас ты что делаешь, если ты пользуешь обычный GVM? Получил байт-код и запустил его. А если ты используешь статический компилятор, ты должен сначала получить байт-код, потом получить машинный код. Да, сбил его, а только потом это запустить. А сейчас пишут программы на Java, они очень здоровы, потому что зависимости сейчас современных Java-пиложений просто ни в какие ворота не лезут. Там реально неконтролируемые абсолютно. Там сотни тысяч классов. И вот эти сотни тысяч классов нужно аутэк-компилятору прожевать – это реально часы. И это вот такой вот есть неприятный момент. Ну, это и челлендж. То есть это новый челлендж, что ориентирующиеся на GVM, они с ним не сталкиваются. То есть и пользователи не привыкли к тому, что нужно компилировать. И те, кто делают такие GVM, они не знают, что есть еще один такой челлендж – это время компиляции, время ресурса компиляции. Ну, собственно, почему у GVM не возникает такой проблемы? Потому что действительно используются куча библиотек, они, в свою очередь, еще, еще, еще. И получается просто огромное количество кодов. Но из этого кода из всего реально исполняется не очень большая часть. И из того, что исполняется, существенная часть исполняется по одному-два раза. То есть, соответственно, они в случае того же HotSpot просто интерпретируются и все, даже компилировать не надо. При статической компиляции мы не можем точно… Но ты обязан все скомпилировать. Нет, ну можно этого не делать. Можно отложить, можно вообще оставить каких-то частей этих библиотек. Если мы посчитали, что они не используем, оставить их в байт-код и потом также джетовать. Но, в принципе, если мы… То есть, тут, как бы, HotSpot, он оптимистичен в том, что он считает, что не надо ничего делать. И только когда вот действительно приперед, когда вот этот код уже действительно исполняется, да еще не по одному разу, он говорит, ну ладно, тогда я тебе скомпилирую. Вот. А вот Эл, он вынужден быть пессимистичным. То есть, он должен считать, что потенциально все будет исполняться, и потенциально все может быть горячим кодом, и надо его постараться по максимуму заоптимизировать. По крайней мере, тот код, который явно импортируется по зависимости. Да, поэтому… Если есть этот код, который явно импортируется, его просто приходится компилировать. И даже вот то, что торчит просто из вашего мейнджара, это все равно может оказаться очень много кода. Да безусловно. Потенциально достижимого. Поэтому для джета такая проблема, как правило, не стоит именно до долгой компиляции, потому что если долго компилируется, значит, многое исполняется. Для него так. Для ОТ это не так. Ну и какие тут варианты? Самый первый, конечно, который приходит на ум, это просто инкрементальная компиляция, что если там, да, самый первый раз это будет очень долго, а уже дальше, собственно, если у вас там библиотеки, они, скорее всего, не меняются, да, и меняется только, скорее, ваш код, который там, ну, пишется, да, система, и уже все же вот за счет этого сократить. Но это, мне кажется, самое такое на поверхности лежащее. Но вы меня поправьте и дополните. Да, это самое на поверхности лежащее, но мы с этой задачей годами не могли нормально ее решить. И только вот... Скорее руки не доходили. Ну, руки, да, по-настоящему руки не доходили, но потому что, как бы, идея-то действительно простая, если библиотеки не меняются, их не перекомпилируем. Но есть подводный камень, который нам, собственно, годами не давал его... Ну-ка, ну-ка. ...это дело реализовать, потому что, опять же, статический компилятор, он силен чем? Анализами, как мы тут все говорим, да? В частности, он может проанализировать очень глубоко и, например, в какой-нибудь класс, увидеть, что у нас по иерархии классов у нас есть единственный наследник, куда, например, в данного интерфейса заинланить его код, и получается таким образом, что у тебя вроде бы ты класс какой-то не импортируешь из своего класса, а код из него заинланился тебе в код. Есть зависимость от того содержимого, от иерархии, от промежуточных и все такое. Из-за глобального анализа получается, что у нас случаются и изменения нелокальные, то есть мы не можем просто по зависимостям взять и, если на зависимости не поменялись, их не перекомпиливать. Часто их приходится перекомпиливать, потому что даже в библиотечный код, в какой-нибудь библиотечный код может вставиться код приложения, или наоборот, из кода приложения вставится какой-нибудь еще. Из-за оптимизации может просто размыться немножко вот эта граница, и даже статические куски попадут куда-то в более изменяемую, скажем так, область. Именно так фото. Поэтому, да, нам пришлось... Я бы сказал, что самое главное тут даже не то, что при инкрементальной компиляции приходится больше перекомпилировать. То есть, на самом деле, не настолько больше, это все еще вполне приемлемо. Самое главное – это эти зависимости как-то отследить. Потому что тут получается интересный эффект, похожий чем-то, я не знаю, на квантовую физику. То есть, если вы посмотрели на что-то, то вы уже от него зависите, то есть оно уже, изменение его состояния тоже на вас может повлиять. Поэтому, если компилятор делает анализ и на класс какой-то посмотрел, то может даже в коде не быть явных вызов методов этого класса, обращений каких-то и так далее. Но он на него посмотрел, он увидел уже его, какой он был, и он это знание мог как-то учесть. И, соответственно, если этот класс или что-то вокруг него меняется, то просто надо этот факт, сам факт того, что оптимизатор посмотрел куда-то, надо его как-то логировать, запоминать, и потом при коментальной компиляции, соответственно, эти классы тоже перекомпилировать. Это, в принципе, в каком-то смысле похоже и на то, что джеты делают, потому что им же тоже нужно момент, когда они уходят в деоптимизацию, как-то отслеживать. Потому что у них там тоже, конечно же, связи случаются совершенно не локальные. То есть, мы что-то там, на ланецах что угодно, откуда угодно, и они там тоже делают большую бухгалтерию, с помощью которой отслеживают, что вот действительно сейчас у нас изменилось окружение таким образом, что нужно все сваливать в деоптимизации. Вот нам приходится примерно тем же самым заниматься, но во время статической компиляции, для инкрементальной компиляции. И это, казалось, не так себе простая задача. Но мы ее сделали. Ну, молодцы. Круто, круто. Слушайте, ну мы как-то все-таки все говорим про подходы, про оптимизации, но до сих пор так еще и не обсудили вообще, как оно у вас устроено внутри. Может быть, не знаю, наверное, Паш, ты, как у нас такой главный по компиляторам, расскажи вообще, как оно все устроено. Ну, потом, наверное, Иваня тоже расскажет про рантайм. Просто интересно, вот именно так архитектурно, как работает вообще вся система, как работает рантайм, как там компилятор, чем он занимается. Вот мы там говорим уже про оптимизацию, то, сё. Вот, ну, немножко, может быть, так под капот, как оно там все происходит. Ну, тут видишь, что я как бы начну с такого замечания общего характера. Вообще, когда приходится с разными людьми говорить на эти темы, я замечаю постоянно одну и ту же вещь, что про компилятор гораздо труднее говорить, чем про рантайм. Потому что тому, кто вот не погружен в эти кишочки, он, хотя с рантаймом, ну, тоже непосредственно с алгоритмами, там, Горбачка-Лекшина, Джоа-программисты непосредственно не сталкиваются, как бы, да, но они более понятны. То есть, то, что делает рантайм, это более понятно. А компилятор, оптимизирующий особенно, это такая вещь в себе, которая, вот, засовываешь барана, оттуда вылазит палка колбасы. Вот. И как там внутри устроено, это, ну, требует такого бэкграунда довольно серьезного, чтобы действительно понять. И эти детали, ну, я не знаю, всем ли они вообще интересны. Поэтому я бы, знаешь, что, давай ты, может, конкретизируешь немного, потому что я-то могу залезть туда очень глубоко и, опять же, часами про это рассказывать. Вот. Немного конкретизируй, чтобы я мог более адресно отвечать. Ну, давай попробуем. Нет, конечно, что я прекрасно тебя понимаю, да, что если туда вглубь, как бы, эта вещь достаточно специфичная, ее так, если совсем лезть будет крайне сложно. Нет, интересно просто вот, ну, уже вначале немножко ты рассказал как раз, да, что тоже он у вас там построен, там у вас есть фронтенд, есть бэкенд, то есть вы там на вход ему подаете байт-код, соответственно, да, я так понимаю, он его там анализирует, изучает, оптимизирует какие-то, ну, и на выходе мы имеем, собственно, вот ту самую колбасу в виде исполняемого машинного кода, соответственно. Интересно, вот ты сказал, что он немножко модульный в том плане, что у вас отделен фронтенд от бэкэнда, то есть это вот еще из времени интерпретации обирона пошло, да? Немножко вот просто... Ага, я понял, кажется. Ну, смотри, давай по порядку. Во-первых, не совсем верно ты сказал времени интерпретации обирона, что никакой интерпретации там не было. Ну, компиляции, да, когда я имею в виду с тех пор, когда вы еще занимались эбироном. Да, да, да. Во-вторых, ну, опять же, вообще компиляторная технология, компиляторная наука – это одна из самых, наверное, старых, древних областей вообще в программировании, да, в IT, и которая не меняется там под влиянием моды туда-сюда, ну, во всяком случае, не так сильно меняется, вот, а которая непосредственно развивается, как бы поступательно, да, годами, десятилетиями. И вот то, что я говорил, что там вот есть фронтенды, бэкенды, потом в середине какое-то ядро, которое не зависит ни от, ну, во всяком случае, слабо зависит от входного. Фронтенд – это то, что входной язык превращает в некоторый внутренний язык, это внутреннее представление, да. Значит, бэкенд – это то, что уже там, ну, хорошо оптимизированный код превращает в машинный код для конкретного железа, для конкретного архитектуры машины, вот. А в середине сидит, собственно, middle, да, middle-end – это там, ну, какие-то основные, наверное, оптимизации делаются. Причем он по максимуму, ну, по возможности, естественно, по максимуму в пределе вообще абсолютно не зависит ни от входного языка, ни от выходной машинной архитектуры. Ну, конечно, идеального такого варианта не бывает, потому что, ну, этот самый оптимизатор, который сидит посередине, он работает с каким-то внутренним языком. Но этот внутренний язык, он тоже на что-то должен быть похож, да, на какой-то класс входных языков. Скажем, если входные языки у тебя JavaScript и C, например, то есть вот настолько разные, то для них сложно как-то вот что-то общее найти. Ну, я тут, знаешь, сейчас тебя чуть-чуть перебил, просто как раз-таки, да, вот идея про то, что, с одной стороны, как бы он внутренний язык, и он не зависит от там никакого фронт-энда, да, как вот там сейчас и LVM все так же сделают, но мне кажется, вот мысль, которую как раз ты начал раскрывать, поправь меня, это вот то, что, ну, невозможно на очень разные языки, у которых парадигма просто разная, да, вот взять, представить в неком едином таком языке, и чтобы универсальном, да, и который можно было бы универсально оптимизировать. Вот прав ли я? Да, совершенно верно. Ну, вообще вот то, что я говорю, это как бы заветная голубая мечта компиляторщиков уже многие десятилетия. Ну, потому что, сам понимаешь, там в оптимизирующем компиляторе, там очень сложные алгоритмы анализа, там они долго пишутся, долго отлаживаются, все это непросто. И, естественно, есть мечта написать это один раз и применять для всего. И вот такая архитектура, которую я писал, она, ну, как бы эта идея, ну, довольно старая, да, вот, есть много разных примеров, как это с большим или меньшим успехом было воплощено. LVM – это один из примеров, такой сравнительно новый, то есть для компиляторных технологий проект, который меньше десяти лет, это очень новый. Ну, да, это молодой. Ну, для примера тот же, вот, например, да, вот у нас есть, как мы про LVM говорим, есть Oracle LVM, который до этого был у SANA, да, и там вот самый мощный компилятор это вот C2, да, или C2, как мы его называем, вот, это вот Hotspot Server Compiler, тоже, как бы, известный, он был написан где-то, то ли в 99-м начал, то ли в 2000-м году, да, а основные идеи все его были описаны в диссертации клика 93-го года вообще, и часть кода была оттуда переиспользована, вот, и до сих пор это основная рабочая лошадка, вот оцени масштаб временной, сколько такие вещи живут, вот, и LVM, я еще раз повторюсь, это проект, который сделан вот по такой же схеме, вот, в принципе, даже ГЦЦ сделан по такой же схеме, у него не такая богатая палитра входных языков, но бэкэндов-то у него очень много, то есть на самые разные платформы, ну и многие другие, и у нас было примерно то же самое, вот, сейчас ситуация немного поменялась, то есть естественно мы примерно такой же схемы придерживаемся, но как выяснилось, вот, когда мы начали добавлять Java, вот еще тогда и потом в процессе, что все-таки Java сильно отличается от C, C++ и подобных языков, там нужно несколько, то есть вот то-то, вот, само ядро, вот, то внутреннее, сам внутренний язык и сам набор оптимизации анализов, он довольно сильно должен отличаться, чтобы это эффективно работало, то есть работает и без этого, но код получается худшего качества, вот, то есть, ну это связано с тем, что Java все-таки более динамичный, это, конечно, не JavaScript, не PHP, но он гораздо более динамичен, ну, чем C, например, потому что все объекты создаются в куче по умолчанию, например, в C++, ну, в C++ давай сравним, если мы, например, просто будем писать new везде, то код будет дико тормозить и нам никакой компилятор не поможет, но там есть способы это обойти, можно там, выделять объекты на стеке, там, в массивах складывать, да, там, и что-то еще такое делать. В Java нет, все только в куче, соответственно, от этого оптимизатору больше работы, то есть это безопаснее, это проще для программиста, ну, автоматическое управление памяти и все такое, да, но оптимизатору больше работы, ему нужно уметь в некоторых случаях эти объекты из кучи вытаскивать на стек или вообще их распылять на поля, то есть убивать эти, ну, лишние локации. Дальше в Java по умолчанию методы все виртуальные, да, то есть, например, в C++ прямые вызовы. Ну да, да. Соответственно, надо заниматься девиртуализацией, анализом, вот этим всем. То есть Java более динамичный язык, и это, конечно, очень сильно влияет на архитектуру самого оптимизирующего компилятора, хотя во многом она, конечно, ну, такая, похожа на классическую. Ну, и вот эти все оптимизации, вот эта вся специфичность, она, собственно, вот в том самом ядре, которое вот работает с внутренним. Да, конечно, конечно, конечно. Понятно. Ну, кстати говоря, надо стоит еще сказать нашим слушателям, что вдруг кому интересна там тема компиляторов и прочих таких штук. У меня был выпуск с Алексеем Маркиным из МЦСТ, мы там как раз говорили про влив архитектуру тоже, он занимается как раз разработкой оптимизирующего компилятора для процессоров и грузов. Да, он крутой. Да, вот, так что кому интересно, заходите, послушайте там. Ну, вот, видишь, все равно более-менее в общих чертях обсудили, мне кажется, нормально, потому что, конечно, там в дебри дальше лезть, это слишком сложно и слишком тонко будет. Давайте теперь про рантайм поговорим. Вань, ну, наверное, тебе слово. Ты у нас специалист по рантайму тут, тем более, как Паша сказал, с рантаймом действительно немножко проще, наверное, так, скажем, программистам понять, что там происходит, но давай ты немножко, наверное, расскажи, что здесь, какие, так сказать, специфика вообще и чего тут интересного. Ну, знаешь, я бы тут немножко поспорил, потому что, ну, в целом, это, наверное, действительно рантайм проще понять, но вот когда говоришь, что, типа, GVM стал так компилятором, очень часто люди реагируют странно, на мой взгляд, они говорят, хм, первый вопрос, который мне задают, типа, а у вас там есть ГЦ? Типа, как будто не, никого ГЦ у вас может там и не быть и вообще, ну, то есть, зачастую почему-то люди думают, а, ну, как C, ну, значит, там, типа, и рантайм это особо никакого не должно быть, вот, но на самом деле, конечно, же рантайм есть, он полноценный, ну, и я думаю, из нашего разговора сейчас понятно, что тот факт, что у нас статически компилируется код, это как бы, ну, просто детали реализации GVM, вот, а остальные компоненты GVM, они, ну, тоже должны остаться, и в том числе рантайм, ну, и в том числе ГЦ, ну, и не только, да, то есть, в целом, про рантайм можно сказать, что он делится на две такие, ну, почти не пересекающиеся части, это, собственно, реализация ГЦ, три. Две большие части, ГЦ и не ГЦ. Да, ГЦ и не ГЦ, на самом деле, именно так. Нет, на самом деле не оставляется memory management и все остальное, потому что там, кроме ГЦ, еще, собственно, локация, вот это все. Не, ну, пожалуй, вообще стоит, не стоит, наверное, ГЦ выделять совсем отдельно, действительно, memory management, потому что, ну, аллокация и ГЦ это вообще очень связанные вещи, то есть, в зависимости от того, как ты аллоцируешь, тебе и собирать нужно будет по-разному. Поэтому, ну, нужно, стоит сказать, memory management и, в общем, все остальное. Ну, memory management это большая такая, действительно, часть рантайма, которая, в свою очередь, вот, ее можно сказать, что как мы аллоцируем и как мы собираем, вот, но вся остальная часть рантайма, это тоже очень существенно, потому что, ну, и про нее при этом часто забывают, потому что, ну, вот, как вы думаете, что происходит, когда вы вызываете синус в джае? Ну, вы выходите в рантайм, на самом деле, и, ну, не только, то есть, любая вообще поддержка, ну, как, это немножко тавтология, да, но вот, поддержка исполнения, она как раз рантаймом и осуществляется, то есть, вот, мы тут говорили, что мы можем перейти внезапно на джид, потому что у нас есть какой-то динамический код, но это, опять-таки, нужно где-то сделать, и это тоже делается в рантайме, то есть, вот, у нас сейчас ребята за последний день в период там полностью переработали вообще схему вот этого вызова джида. Прехонент нагрузки класса, рефлексии, вот это все. Да, 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 то есть, на самом деле, вот, все, что вы во время исполнения можете какую-то информацию получить, то есть, например, там, та же рефлексия или вообще любая мета-информация, это тоже рантайм. Какие-то сторонние, там, ну, механизмы, инструменты, вот, как, например, профилировка, то есть, как собирать эту информацию для ПГО, как мы обсуждали, это тоже рантайм. То есть, на самом деле, рантайм – это огромная машинерия, которая, ну, поддерживает исполнение, собственно, поэтому так она и называется. Исключение там еще. Ну, исключение. Прайдинг, исключение, синхронизация. Да. Ну, а третья часть, я сказал, что ты, как говоришь, ГЦ и, то есть, Memory Management и не Memory Management, в Oracle Hotspot мне сказали, что команда делилась на три части, вот, Memory Management и не Memory Management, и еще мониторинг, то есть, мониторинг, когда у них очень мощный мониторинг, чтобы можно было во время исполнения программы смотреть, что в обществе в приложении происходит, это делала отдельная команда. Ну, у нас не так, собственно, у нас мониторинг – это часть рантайма полноценная. Вот я только что про файлер сказал, это, в общем-то, схожая задача, то есть, понять, как конкретно идет исполнение, для нас это, по сути, чем-то похоже на мониторинг. То есть, мы тоже смотрим, что сейчас происходит. Вот. Ну, и те части, скажем, менеджмента, да, что ты можешь что-то в ВМ запросить и получить информацию о том, что происходит, это тоже часть рантайма. То есть, ну, если у них это была отдельная команда, то у нас нет, у нас это все одна команда делает. Ну, мы вообще все делаем. Всем приходится лазить и в компиляторы, и в рантаймы, и в саппорте сидеть, и блоги писать. Да, про это, кстати говоря, Ваня на неделе во время ведения Backend Secret, твиттера много рассказывал, было очень клево, еще раз тебе скажу спасибо за это, было интересно. Давай немножко поподробнее как раз так, как-то, может быть, пробежимся по вот этим большим разделам. Давай начнем, наверное, с memory management. Расскажи, может быть, немножко, как у вас это происходит. Будет интересно, наверное, послушать там и про… Ну, все, наверное, слышали про ГЦ, что там есть некоторые разные алгоритмы, там Mark and Sweep, да, и вот прочее вот это все. Вот немножко ты, как это у вас, и что вы там делаете? Можно я немножко перед тем, как ты еще вставлю слово? На самом деле, вот рантайм – это такая… Memory Management, вот особенно Memory Management, это такая интересная штука, которая, вот реализация его, то есть, ну, как бы, можно сделать, чтобы работало, да, чтобы работало корректно и чтобы работало хорошо. Так вот, вот разница между сделать, чтобы работало корректно и чтобы работало достаточно хорошо, ну, в каких-то условиях, она, ну, отличается, ну, по сложности, по объему кода, да, по времени, там, сложности разработки, просто на несколько порядков. То есть, сделать Memory Management и ГЦ, вот, простой, это, ну, задача тривиальная, делать нормальным студентом за, ну, пару дней. Это же DFS, все же, обойти. Но, ну, для примера, мы говорили, с чего мы начинали, что у нас был, типа, рантайм для Абберона и все такое. Кстати, ну, там приложение нормально крутилось, но, конечно, они по… Директор наш. Да, по объему они, по количеству объектов, да, там, по, как бы, ну, размеру хипов, да, они, конечно, несравнимы были с тем, что в Джаламире бывает. Поэтому ГЦ там, естественно, много проще. Вот просто мне какое-то время назад, так уж получилось, я залез в этот код посмотреть, я просто обалдел. То есть, я прочитал всю реализацию ГЦ за два часа и все понял. Вот. И по объему это, наверное, ну, одна пятидесятая от того, что у нас сейчас, сейчас есть в Джете. Вот. И вот все остальное появилось не просто так. То есть, это было решение реальных проблем, ну, с производительностью, с масштабируемостью и так далее. Вот, Ваня, говори. Да, с рассказом есть небольшая сложность, то есть, ну, тоже такой распространенный стереотип, что вот все про ГЦ, уже давно написано в ГЦ-хендбуке, и, в общем, все инженеры, они просто это реализуют. Ну, вот, как Паша сказал, огромная разница, да, между даже базовой реализацией и хорошей реализацией. Ну, еще большая разница между тем, что написано в книжке и тем, что нужно реализовать. Вот. Ну, это не совсем так. То есть, есть некоторые моменты, которые у нас, например, довольно новаторские, их, в общем, больше нигде нет. Но, как вы, наверное, можете разговариваться, мы про них не можем говорить. Да, конечно. Потому что это, ну, как бы, приносит нам конкурентное преимущество. Вот. И, соответственно, мы не можем сейчас вам даже на уровне, там, идеи что-то здесь рассказать. Там, например, там, про особенности управления памятью, там, для определенных объектов. По мелочи-то мы рассказывали уже. Ну, такое, что не можем, точно. То есть, кое-что можно было бы круто рассказать, но, к сожалению, нельзя. Ну, давай расскажи то, что можно. Ну, а что конкретно ты хочешь узнать про ГЦ? Ну, у нас хороший ГЦ, он там. Параллел-компакт. Давайте все позворты скажем. Все позворты, да. Компактизирующий, параллельный. СТВ, правда, то есть, он не конкурент. Ну, конкурент, но он все еще остается СТВ, то есть, это Stop the World коллектор. Ну, даже у самых конкурентных коллекторов есть СТВ. Ну, да, да. Не, ну, он у нас по-честному СТВ, то есть, это честный Stop the World. Но при этом, вот я так скажу на Джокере, у меня был доклад, собственно, про ГЦ, и меня точно начали мучить, а вот расскажите, типа, про ваш ГЦ. И у меня там, ну, люди конкретный вопрос спрашивают, что на больших хипах у вас, типа, наверное, паузы, там, наверное, секунды. Притом не фул ГЦ, в смысле, обычные паузы. Наверное, у вас там, когда большие хипы, то все, типа, работают очень медленно. Ну, вот на самом деле нет, то есть, благодаря нашей особой схеме локации, ну, и, собственно, и ГЦ тоже, на достаточно больших хипах, то есть, вот просто у клиентов сейчас идут хипы уже там на десятки и там больше сотни гигабайтов, да, и, в общем, у нас, в принципе, ГЦ себя чувствует нормально. Ну, то есть, это не какой-нибудь там low-pause ГЦ, как, скажем, Шинанда или вот как за ГЦ сейчас делают. Вот, в таком направлении мы не развиваемся пока что, но, тем не менее, ГЦ продолжает себя чувствовать вполне себе хорошо. Ну, да, да. Последние большие такие прям супер-релиз официальный по поводу ГЦ, это у нас несколько лет назад уже вышел Core Balance ГЦ, типа, новый модный сборщик мусора, у которого там паузы были прям на проценты меньше, то есть, собственно, паузы СТВ, они были на десятки даже процентов меньше, и это было очень впечатляюще, но это было сделано за счет распараллеливания разметки очень хорошего, эффективного и, собственно, дало огромный прирост именно вот, ну, уменьшение времени паузы. Вот, но также, уже, наверное, теперь не стремно сказать, что, ну, в целом, у нас в ЖВМ довольно много всего шло по параллельному пути развития, и вот один из таких параллельных путей это был, что у нас изначально был вообще консервативный ГЦ, то есть, все ГЦ можно поделить на консервативные и точные, точные там получают информацию о том, где брать руты, собственно, от компилятора, но консервативные пытаются угадать, то есть, они просто смотрят на стек и все, что, на стек, на регистре, все, что похоже на указательные объекты, считают рутами, ну, то есть, понятно, что они могут ошибиться и консервативно предположить, что что-то является, на самом деле, указателем на объекты, хотя это не так, ну, из этого есть некоторые проблемы. Ну, и мы довольно долго с таким жили, буквально несколько лет назад мы реализовали полностью, ну, точный коллектор, собственно, ну, это довольно неоднозначный момент, потому что у консервативного коллектора есть свои плюсы, есть свои минусы, но, тем не менее, мы, как бы, только их период реализовали. Расскажи немножко, я вот так, понятное дело, далек немножко от этих вещей, но вот ты говоришь, да, что с одной стороны, значит, ты идешь просто там по хипу или где там, значит, по стеку смотришь, где, чего у тебя там, куда может есть объекты похожие, считаешь их, что они руты, соответственно, да, помечаешь их, окей. А вот в точном, как бы, это же надо, если ты говоришь, что это берется из компилятора, то есть, надо вначале знать, где, ну, из компилятора получить всю инфу о всех возможных объектах, выделениях и все-все-все, да, я правильно понимаю? Да, ну, компилятор-то ее знает, то есть, на самом деле, это, ну, смотри, то есть, ситуация в том, что нам нужно в каждой, там, точке исполнения, грубо говоря, знать, какие локалы сейчас живы и где они находятся. То есть, в каких слотах стеках... В каждой точке, где ГЦ может... Да, да, но, ну, как бы, если мы говорим про то, что ГЦ может прийти в любой момент, то вот в каждой точке мы должны это знать. В результате компилятор должен во время своей работы, ну, сгенерировать какую-то структуру данных, где будет написано, вот смотри, вот здесь у нас сейчас, типа, все наши руты находятся вот по таким вот местам. Ну, конечно, это очень накладно было бы для любой точки исполнения такое делать. Ну, просто представьте себе, что для любой точки мы, типа, генерируем какую-то там структурку, где что-то написано. А как вы ее не сжимаете, это все равно будет очень много места занимать. Ну, ну, просто это вообще неподъемный объем метаданных. Ну, на самом деле, это еще все-таки зависит от того, как сжимать, потому что были эксперименты, вот Intel сделали такой коллектор, в который, типа, ну, в каждой точке мог прийти ГЦ, потому что... И коллектор для чего? Для Java. Для Java. То есть, у них JIT. Да. То есть, они не весь код компилируют. Ну, да. Ну, вот. Ну, тем не менее. Ну, короче, в любом случае, то есть, да, для случая вот это и вообще еще огромное количество тупо метаданных. Но, к счастью, в современном мире ГЦ не в каждой точке может произойти, на самом деле. А есть специальные точечки, которые называются сейфпойнты, в которых, ну, если вам понадобился ГЦ, то, соответственно, треды до этих точек доползают, и вот в них уже есть эта метаинформация, которую мы используем для того, чтобы рутейти построить. Эти сейфпойнты, ну, на самом деле, это очень большая головная боль для, там, компиляторщиков и для рантаймщиков и для всех, потому что они очень дорогие, на самом деле. То есть, вот, нужно их поставить... Замедляют сильно. Да, да. Нужно их поставить достаточно часто, чтобы, ну, как только вы попросили ГЦ, что должен сейчас произойти ГЦ, треды должны довольно быстро до этих сейфпойнтов доползти. Ну, то есть, первое, что приходит на ум, давайте их по умолчанию поставим, там, на обратных дугах циклов, чтобы сильно долго в цикле не крутиться. Ну, и, скажем, там, в эпилогах методов, чтобы, когда из метода возвращаешься, тоже можно было остановиться. Вот. И, казалось бы, это, может, не очень много, но каждая такая сейфпойнт — это несколько инструкций, там, одна или две. И в результате это все жутко тормозит. То есть, просто сейфпойнты тупо замедляют, на самом деле, любое приложение. Неважно, там, собираете в ГЦ или нет. Да, собираете мусор или нет. Порядок цифр такой... Да, да, да. Если поставить вот по такому правилу сейфпойнты, то это будет торможение, там, на 50%. По сравнению с их отсутствием. По сравнению с их отсутствием, да. Ну, то есть, вот просто представьте, вообще неважно, там, что происходит в вашем приложении, вы любое приложение замедляете на 50%. Ну, да, никто на это так скажет, не, я так не готов. Ну, конечно, никто на это не пойдет. Ага. Да, поэтому, на самом деле, все GVM-ы по максимуму стараются сейфпойнты оптимизировать. То есть, выкидывают их с разных мест, при том, зачастую делают это абсолютно бессовестно. То есть, ну, известная проблема, что, ну, просто был вот недавно, там, пару лет, может, назад, и шут на Ходспот, что программа работает, ну, там, какая-то математика, там, number crunching, она работает просто как-то, ну, очень долго, по непонятной причине. Ну, стали разбираться, выяснили, что Ходспот там посмотрел на циклы, в которых крутилось, в общем, это вычисление, ну, и смело выкинул оттуда сейфпойнты. Поэтому потребовалось АГЦ, тред никак не останавливается, все остальные замерли, ждут его, в результате все превратилось... А он число молотит. Да, он число молотит, и все превратилось в такое одно поточное приложение, и, в общем, все очень медленно работало. Короче, это огромная головная боли, эти сейфпойнты. Ну, а раньше, когда он, если у вас консервативный коллектор, то вам они, в общем-то, не очень-то и нужны, потому что вы в любой момент можете остановиться и посмотреть, что у вас там на стекле, что у вас в регистрации. Ну, как бы, да, просто НЕС просто тут же проанализировал динамики, и вот все, что нашел, то и пометил, в общем-то. Именно так, да. Собственно, раньше у нас был консервативный ГЦ, и у нас не было сейфпойнтов, и мы с этим прекрасно жили. То есть, тут еще момент, что другие GM используют сейфпойнты, например, чтобы деоптимизацию сделать. Вот на Ходспоте, если деоптимизация происходит, то как раз тоже там для этого сейфпойнты используются. А нам-то ничего такого не нужно было, поэтому у нас и не было сейфпойнтов, и, в общем, мы прекрасно без них жили. Но у консервативного ГЦ свои проблемы тоже существуют, конечно. Ну, самая главная проблема, что вы можете ошибиться на бесконечное количество памяти. То есть, вы можете так сильно ложные корни себе затащить, что у вас просто будет хип расти, расти, и расти, и объекты не будут умирать. Но это скорее на каких-то искусственных контрпримерах, но на продакшне тоже встречается, и клиенту очень трудно объяснить, что, знаете, а у нас зато сейфпойнтов нет, все такое быстрое, ну а то, что у вас с ОВМ случается по непонятным причинам, ну как бы, ой. Соответственно, мы с этим жить не могли, ну и сделали через какое-то время точный коллектор, добавили сейфпойнты, уоптимизировали их, насколько могли, в общем, это продолжается по сей день. То есть, ну, изначально мы в том релизе, когда ввели точный коллектор, мы потеряли в производительности. То есть, конечно, не 50%, но они начали, ну, это была просадка. И в результате, ну, чтобы ее нагнать, то есть, пришлось очень сильно бежать вперед там, чтобы на месте остаться. То есть, добавлять новую оптимизацию, может быть, даже не связанную никак с сейфпойнтами, но просто разгонять производительность, чтобы вот эту просадку как-то убрать. Ну, соответственно, у нас несколько лет уже точный коллектор, и просадку мы эту побороли. То есть, собственно, теперь, понятно, производительность вернулась на правильный, на хороший уровень, но, тем не менее, вот такая интересная история. Собственно, такой истории ни у кого нет. То есть, например, если у кого-нибудь спросить, сколько стоят сейфпойнты, вот я вот сказал 50% без оптимизации, а кроме нас никто это не знает, потому что ни у кого нет эксперимента, как взять и удалить сейфпойнты. То есть, типа, а как удалить-то сейфпойнты, без них ничего развозить. Ну, как бы, да, 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 вот интересный момент. Прикольно, прикольно. Но у нас есть такая вот экспертиза, и мы конкретно знаем цифру. Ты сказал бы еще, что все-таки после оптимизации такую цифру. После оптимизации, ну, что последнее получилось 7%. Вот последняя цифра, которую я слышал. Это вот когда добавляли? Да, когда добавили. То есть, после всех оптимизаций стало процентом 37%. То есть, при переходе на точный коллектор? Да. Ну, это уже была большая работа проделана, чтобы их оптимизировать, да. Ну, соответственно, и в будущем эти 7% тоже побрали, естественно. Ну, другими уже оптимизациями, связанными с сейфпойнтами. Ну, тут как бы, да, получается, что просто вынуждены были добавить сейфпойнты, просесть по производительности, но зато быстренько простимулировали большее количество оптимизации, более такие серьезные, чтобы это дело исправить, в общем, в итоге. Ну, классно. Это еще был довольно странный релиз, потому что, типа, работа гигантская, ее очень много людей делало, вот, а в релиз notes про это было написано, типа, ну, улучшена надежность работы memory manager, ну, то есть, типа, у вас не будет случаться out of memory. И, как бы, вот одна строчка, там, на много-много месяцев, там, даже лет, наверное, работы. Ну, мотивация все-таки была, это прямо реальные пользователи, которые просто было по-другому им проблемы не починить, кроме того, что точно. Ну, в общем-то, да, собственно, я про это в докладе рассказываю подробно, Джокер, действительно, были пользователи, у которых, ну, как бы, ничего не поделаешь, действительно, точный коллектор – это единственное решение. Ну, собственно, нам наши клиенты очень важны, ну, и нельзя просто, как бы, от них отказываться, поэтому это была большая мотивация, ну, и сделать точный коллектор. Ну, как бы, да, тут такое бизнес-требование, так сказать, с бизнеса приходят потребности, это никуда не денешься. Ну, и хорошо. Слушай, а расскажи еще вот про всякие, знаешь, интересные вопросы от профилирования и отладка, да, как бы, кода, ну, и вот, и коды, так сказать. Ну, давай, да. Такая, мне кажется, очень-очень тема интересная. По поводу профайлинга, ну, давай, сначала по поводу профайлинга быстренько скажу, потому что про отладку можно, я могу очень долго говорить. Ну, по поводу профайлинга, ну, это была тоже интересная история. Вот мы решили делать ПГО. ПГО – это хорошо, то есть много есть интересных там моментов в компиляторе, что можно сделать с профилем и все такое, но надо откуда-то взять профиль. Типа, ну, а как его получить? Стали думать вообще, как это возможно. Ну, например, Hotspot тот же получает профиль с помощью инструментации, да, то есть он вставляет прям специальный в код приложения специальные маленькие кусочки, которые учитывают статистику, сколько раз там заходил метод, сколько раз подключился цикл и так далее. И Hotspot – это норма, потому что, ну, вот он вставил в этот код, да, собрал профиль, а потом он все равно этот код перекомпилирует, ну, как раз с использованием этого профиля. И оттуда уже весь этот код для учета статистики, он уйдет. Нам такое не подходит, потому что у нас же нет никаких там тиров, перекомпиляций и так далее. То есть если мы сделаем инструментированную версию, то в каждом методе будут вот эти вот искусственные кусочки для учета статистики. И пока, в общем, ну, помнишь, мы говорили про профилирование на продакшне? Чтобы оно работало, нужно, чтобы это все быстро работало достаточно. Ну, конечно. Если мы не можем ничего перекомпилировать, то это будет просадка там на порядке, в общем. Вот тогда точно никакой настоящий профиль не соберешь. То есть и за счет того, что у нас это вот все, что модель именно такая, для нас это было невозможно. Хотя у нас были прототипы, надо сказать. У нас было несколько прототипов инструментирующих профилировщиков, которые нам, к сожалению, да, не дали ни производительности. Производительность мы не смогли с помощью них улучшить. И очень долго думали, что, в общем-то, профилировщики и не могут дать нам никакой производительности. Потом, правда, доказали обратное. Но, как бы, поэтому, ну, долго не смогли их продуктизировать, пока не догадались, что можно и без инструментации. Ну да, собственно, инструментацию мы по этому поводу сразу отмели, вот в последний раз, когда взяли за эту задачу. Ну, стали смотреть дальше. То есть кто еще как профилирует. Очень часто профилируют на сейфпоинтах, на тех же самых. Ну, то есть на сейфпоинтах мы умеем останавливать треды. Ну, вот давайте будем раз там в заданный интервал времени тормозить все треды на сейфпоинтах и смотреть, что происходит. Ну, это просто худший способ профилирования абсолютно, потому что очень часто им пользуются профайлеры, но эти профайлеры, они как бы показывают очень-очень такую высокоуровневую картину. То есть сейфпоинты, как вот мы только что разобрались, ставятся по возможности редко, чтобы это побыстрее работало. И в результате картину профилирования тоже получите ненастоящую. То есть вы увидите то, что происходит на сейфпоинтах, а то, как на самом деле шло исполнения, ну, будет непонятно. Ну, и вообще это, короче, такой довольно плохо работающий подход, потому что непонятно, сколько треды будут до этих сейфпоинтов ползти, и не получится зажать интервалы сэмплирования, ну, в общем, ничего такого не получится это сделать. Так. Ну, стали думать, что еще делать. Посмотрели, что есть там хардверная профилировка. Вот PERF, например, хардверно профилирует. И это, в общем, уже хороший вариант, интересный, потому что железо-то все по-честному профилирует и хорошую информацию дает. Но чаще всего, чтобы, ну, это очень ОС-специфично и платформенно-специфично. То есть вот PERF есть на Linux, а на Windows нет. И, собственно, как такой профиль собрать? Кроме того, зачастую требуются всякие права админские или там даже на уровне ядра исполнять код. Ну, а вот как вы себе это представляете, что нам нужно попрофилировать на машине даже не наших клиентов, а клиентов наших клиентов? И вот как им объяснить, что им нужно там какое-то приложение там из России? Травер поставить вообще в Windows или в Linux? Да, и собрать, и послать куда-то какой-то файлик. В общем, там служба безопасности просто не пропустит такое. И скажет, что это вы тут пытаетесь... Ну, логично, логично, да. А потом подумали, ну, почему бы нам не делать довольно прямолинейно? Давайте вот когда нам нужно... По-дешмански. По-дешмански, да. Мы это называли колхозный профайлер изначально. Давайте будем перебирать все треды. Ну, мы можем перебирать все треды. Наши внутри GVM, мы знаем все наши треды. Но, логично. И каждый из них будем тормозить системными средствами. Ну, например, вот на Windows есть там Cisco Suspend Thread. Мы ими раньше пользовались для консервативного ГЦ на самом деле, потому что мы тоже без сейфпоинтов все тормозили в произвольный момент. Ну, и вот зовем, значит, на этот Suspend Thread. И дальше мы, в общем, вполне себе получаем контекст. То есть контекст, ну, значение регистров, вершину стека и все такое. И на самом деле, если как бы знать, как устроен фрейм, то по этой информации можно прямо во время исполнения понять, какой метод сейчас исполняется. Но если еще немножко там пошаманить, то можно понять и колера чаще всего. И в результате, ну, просто стали делать именно так. То есть давайте попробуем побегать по тредам, потормозить их системными средствами и пособирать контекст, ну, понять просто вообще, поустанавливать колл стек таким образом. Это была идея на уровне, ну, просто попробуем, потому что, ну, вряд ли это будет работать хорошо, как мы думали изначально. Оказалось, что, во-первых, профиль получается очень точный. То есть он совпадает там буквально с хардверными профайлерами. Ну, просто если топы сравнить, то они очень похожи. То есть топ методов и колл стеки тоже. А во-вторых, это просаживает не сильно. То есть понятно, что есть ограничения, ну, есть ухудшение из-за количества тредов оно может быть. То есть чем у вас больше тредов, если все тупо делать, прям прямолинейно бегать по этим тредам, то у вас будет зависимость, ну, времени профилировки от того, сколько у вас тредов. Но это тоже можно обойти, то есть можно за каждую инспекцию количество тредов там, ну, ограничивать, скажем, N штук смотреть, и тогда будет нормально. И в результате просадка получается 10-15%. И при этом вы получаете профиль, который уже можно полноценно использовать в ПГО, потому что он очень точный. И это было неожиданно круто, то есть мы оставили такой профайлер по умолчанию, ну, и при этом мы сделали еще прототип профайлера хардверного, который на Linux работает. А потом вообще случилось странное. То есть вы, наверное, слышали, что не так давно опенсорснули Java Flare Recorder. Ну, или там Java Mission Control. Это раньше была платная фича, ну, платной версии Java, вот, а тут ее, значит, в OpenJDK залили, и она, соответственно, опенсорснулась. А это был из известных самый крутой профайлер. То есть на самом деле он был закрыт, никто не видел его сорцы, но это был самый крутой вообще из известных профайлеров, который при этом работает везде. Ну, понятно, что, скажем, на Linux, на POSIX есть еще Async профайлер, который делает Андрей Пангин, он тоже очень крутой, но он не работает на винде. А вот работающий везде, вот GFR, это было самое крутое, что есть, но никто не знал, как это работает, потому что это было закрыто. А тут они его, значит, открыли. Ну, естественно, как только его открыли, ну, у нас уже полтора года был наш профайлер, но это был последний кусочек пазла. Я никак не понимал, как GFR-то может везде работать быстро и хорошо. Ну, побежал смотреть сорцы открытые, ну, и что я увидел, там они делают в точности то же самое. То есть они бегут по всем тредам, каждый из них тормозят системными средствами, например, suspend-тредом, точно так же восстанавливают, собственно, контекст, то есть по контексту восстанавливают call stack. Ну, и, в общем, у них точно такая же схема. То есть то, что мы называли колхозным профайлером, это, на самом деле, самые лучшие из существующих коммерческих профайлеров, ну, теперь уже бесплатных для Java. Ну, и вот у нас, соответственно, есть его аналог теперь. Понятно, они отличаются, потому что у нас структура фреймов разная, но принципы его схожи. И это вот очень забавная история, на самом деле. Нет, история очень-очень классная. Ну, простое и, видишь, оказалось простое самым правильным решением, самым как бы оптимальным. Да, ну, когда выяснилось, что он хорошо работает, мы его перестали колхозным называть, мы его стали называть пафосно, типа, прайминг профайлер, типа, подглядывающий за тредами, вот, но в народе он до сих пор называется иногда колхозным, потому что, ну, довольно просто работает. Вот, это что касается профилировки, ну, мы ее в основном для пугов используем, но иногда сами, в принципе, тоже, если хотим что-нибудь попрофилировать, то можем запустить этот профайлер и просто посмотреть там, что в топ вышло, какие горячие методы и так далее. Вот, что-нибудь добавите к профилеру? Да, нет, мне кажется, про, про, Анна, да, ребята. Ну, в принципе, ты исчерпывающе рассказал. Да, даже больше, более чем на. Да, извините, это тоже больная тема. Единственное, что я, наверное, мог бы не то, что добавить, а как бы повторить, как бы сделать акцент, что в итоге-то что получилось? Профайлер, который работает везде, там, дает хорошие результаты, и самое главное, не требуется никакой инструментации, ничего. То есть вы берете ваше обычное приложение, там, опцию включаете, и рантайм начинает профилировать. То есть можно в любой момент, там, то есть обычный код, да, можно в любой момент начать профилировку, остановить, то есть с АОТ прекрасно сочетается. Да, ну, это на самом деле тоже похоже на то, как GFR работает, то есть у них же тоже ты как бы выставляешь ключик, типа, старт рекординг, и начинаешь просто записывать. Хотя у них нужно еще дополнительные опции выставлять, то есть по умолчанию у них не хватает метаинформации. То есть у них там она, изначально она только в сейфпоинтах, вот, и нужно еще один ключик добавить, но в целом тоже похоже. Вот, но по поводу отладки, тут стоит разделить это на две части, то есть, типа, ну, вот, мы когда говорили про компиляторы, к сожалению, не сказали про то, что компиляторы сами написаны на один на скале, второй на джаве, это очень круто, то есть на самом деле, ну... Игрите на бироне. Нога. Нолевой. Нолевой, да. Ну, наши современные компиляторы написаны один на скале, второй на джаве. И это очень круто еще и потому, что вы можете просто в идее их запустить, и на каком-то там примере, что вы хотите скомпилировать, ну, вот конкретно компиляцию таким образом, например, отладить, да, то есть просто пройти по шагам, ну, посмотреть там, не знаю, значение локалов и, собственно, посмотреть, как идет компиляция. Ну, это, кстати, круто, да, классно. Да, это очень удобно и здорово. Ну, сейчас я хотел тут вклиниться немножко. На самом деле, довольно интересная вещь получилась, у нас, то есть мы давно тоже хотели есть, что называется, есть свою собачью еду, вот. И, в общем, это тоже не уникальное желание, то есть многие так хотят, многие пробуют, но у всех получается. Вот, как правило, вот для виртуальной машины, для таких более-менее меньше языков, все рентаймы и там все джеты написаны там на плюсах или просто на оси, например. Ну, а в чем проблема? Ну, если вот вы делаете JVM и JIT написан на JIT, то кто будет джетовать JIT? Ну, как бы да, да. Вот и все, вот и приехали. Собственно, у нас такой проблемы в принципе нет, ну, там есть некоторые проблемы Bootstrap, но они все, в общем-то, решаемы и решаются. Но такой проблемы нет, потому что как раз у нас есть ОТ, то есть наш JIT скомпилирован на ОТ, и ему не нужно себя джетовать. Ну, и вот и все. Да, поэтому все работает. Да, можно спокойно. Да, и смотрите, да, наличие как раз АОТ технологии позволяет нам писать и JIT, и часть рентайма не на C, на C++, а просто на JIT. То есть получается более тесная интеграция, собственно, самого Java кода и рентайм подсистемы JIT за счет этого. Без ОТ компиляции это невозможно. Ну, я думаю, тут можно еще явно все-таки сказать, что наши компиляторы компилируются нашими компиляторами, потому что они тоже написаны на Java и на скале, и, соответственно, их можно скомпилировать, а раз можно скомпилировать, почему бы и нет? Да, тут про JT-bench можно сказать. То есть есть бенчмарки разные внутренние, один из их называется JT-bench, ну, JT-это JT-компайлер статический. Сейчас вы меня поправьте. Значит, берется JT-це, то есть оптимизирующий компилятор, который написан на скале, собственно, компилируется последним ночным JT-це из байт-кода в нативный код. Получившийся JT-це, с помощью него компилируется снова JT-це, и получившийся JT-це… Подожди, подожди, все. А, все, да? А, и замеряется время работы. Да, и вот это время, то есть работа второго JT-це при компиляции третьего как раз замеряется, это бенч. Короче, замеряется время компиляции текущей и предыдущей версии JT-це. Да-да-да. Нет, почему так? Потому что туда носит вклад изменения как в самом компиляторе. То есть вот мы сделали какую-то оптимизацию, и еще может время компиляции увеличиться. То есть мы это увидим. И также туда вносит вклад изменения рантайма, чтобы мы что-то ускорили, и тот же, например, компилятор без изменения в исходниках стал работать быстрее или медленнее. И вот мы видим суммарный вклад. Ну, классно. Такой, конечно, какой-то рекурсивный, так сказать, тест такой. Сам себя. Главное успеть остановиться. А там неподвижная точка уже достигается, кстати. После третьей итерации. Там уже нового и не получишь. Да, чтобы дальше смысл. Ну да, был еще такой тест, что там проверялось, что если третий раз, получится то же самое, что и во второй. Да-да-да. Что нет погрешности такой, можно сказать. Да, за что получаем одинаковый код абсолютно. Не, ну это важно. То есть код-то должен получаться стабильный. Если у вас при разных компиляциях получается разный код, то это не очень хорошо. Собственно, это, конечно, тоже отлавливается. Если вдруг такое случается, то это баг, и надо его отложить. Ну как сказать, для джета, например, это вообще не релевантно. Ну для джета, да. Потому что там вообще все время разный код. Ну да-да. Право это имеется в виду. По поводу отладки, ну это хорошо, если можно вот так вот в компиляторе найти проблему просто в идее, компилируя какой-нибудь маленький примерчик. Но, к сожалению, далеко не всегда это можно сделать. То есть зачастую получается такой пример, который вроде скомпилировался, это нормально, а потом запускается и в непредсказуемом месте ломается, или вообще что-то не то выдает, не тот какой-то там ответ, или просто крэшится, то есть сикфолтом. Ну и при том, это может быть баг как в компиляторе, который не тот код сгенерировал, так и в рантайме. И в рантайме это даже, ну тут спорно, какой баг будет более жесткий, да, но в рантайме можно посадить очень спорядичный баг. Обычно если проблема в компиляторе, она все-таки каждый раз проявляется. Это уже норм, это уже можно довольно быстро отлавить. А вот если баг, скажем, где-нибудь в ГЦ, то это же очень сильно зависит от того, что происходило. То есть от того, какие объекты лоцировались, как вообще память раскладывалась, то есть что-то может иногда сработать, а иногда не сработает. То есть баги могут быть на самом деле... В какой момент пришел ГЦ? Да, 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 именно так. Как трейды работали. В общем, на это может повлиять вообще все. И на самом деле такие вот баги в ГЦ, в ГЦ и вообще в рантайме, они очень злые, потому что они могут быть спорядичными и проявляться с очень большой периодичностью. То есть типа баг раз в неделю – это в целом норм. Вот баг раз в две недели уже хуже, да. Бывает, если баг раз в несколько месяцев, то это уже проблема. То есть действительно сложно что-то с ней сделать. Приходится придумывать, то есть расставлять всякие ловушки. Если такое случится в следующий раз, то получить как можно больше информации, чтобы с ее помощью отладить эту проблему. Ну а так в целом, ну ГДБ наш лучший друг, ну или какой-то другой отладчик, но в последнее время используем ГДБ и, соответственно, если что-то крэшится, то это больше похоже на нативную отладку, скажем, C++, чем на отладку, не знаю, Java-приложений. То есть в ГДБ проводим гораздо больше времени, чем в идеешном отладчике. Да, то есть как бы, несмотря на то, что у нас рантайм частично написан на Java, запустить рантайм на хаспоте свой, мы можем только в очень специальном окружении. Кстати, да, на тем же части... Ну и невесты. Да, и невесты. У нас есть тот самый, на некоторой части рантайм, в которой написано на Java написаны юнит-тесты. Если вдруг они начинают падать, мы, конечно, можем зайти в отладчик идеевский и их поотлаживать, тот самый, но если это все уже в боевом режиме случилось, то вот нужно уже идти, да, в нативные отладчики. Ну я вот хочу разве что добавить, Ваня не любит говорить про это наше прошлое, но у нас есть еще свой собственный отладчик, который был тоже написан в 90-х годах, и он нам очень много, долго служил верой и правдой. Он, кстати, очень хороший по функционалу. Ну да, да. Вот те фичи, которые в нем есть, я их мучился от их отсутствия. В ГДБ? Долгие годы. Ну вот в последнее время появились они. Ну в ГДБ, знаешь, они вроде были, но были очень неудобны в плане интерфейса. ГДБ не графический. Да, вот про баги, про отладку я вот хотел еще с точки зрения компилятора добавить. Конечно, в рантайме бывают баги очень злые, именно связь с парадичностью и невоспроизводимостью. Ланин рекорд – это баг, который раз в год проверялся. Его удалось отладить в конце концов. Сколько лет на это ушло? Ну он проявился один раз, потом через год он проявился второй раз, и мы его починили. То есть, собственно, вот уже еще, по-моему, два года он уже не проявляется. Не, подожди, ну ты же, что значит, починили? Он проявился один раз, воспроизводить не удалось, но... Далеко, да? Что делает рантайм-инженер? Он вставляет параноидальные асерты во всех местах. И печать, да. И ждет. Проходит год, что-то сваливается, и там, может быть, что-то напечаталось, да? Значит, это инженер там ходит, чешет репу, если не удается найти на след преступника, он там другие ловушки расставляет, с учетом полученного знания. Ну, первых ловушек хватило. Ну, это правда через год произошло, но вот той информации хватило, чтобы пофиксировать. Да. Что касается компилятора, то там, ну, такого, как правило, не бывает, но там есть другая сложность, интересная. Она такая комбинаторная, но не во времени, как в рантайме, а, как сказать, в пространстве возможных программ. Ну, да. Вширь, можно сказать, такое. Да, да, да. Вот. И там интересная очень вещь. Ну, самое худшее, что может сделать компилятор, это породить некорректный код. Это злые баги, потому что как раз они не проявляются на самом компиляторе. Просто приложение, которое потом работает, оно делает странные вещи. И они могут быть стоподичными, в том числе быть хуже. Но компилятор также может просто упасть, например, развалиться. И бывают интереснейшие баги, например. Вот могу своим опытом поделиться. То есть, была оптимизация, которую там была написана мной еще одним человеком в 2001, что ли, году. Вот. Она работала прекрасно. Потом прошло лет семь. Пользователь присылает приложение, а на нем разваливается компилятор разваливается. Начинаю смотреть, выясняю, что... Или некорректный код. Я не помню уже деталей. В общем, выясняю, что вот эта оптимизация виновата. Она сработала неправильно. Хотя, казалось бы, там все правильно. Давай изучать, смотрю. А, вот такой вот хитрый случай не учли. Который трудно даже придумать. И причем, когда я говорю, что через несколько лет у нас есть огромный массив наших всяких тестов, которые мы собираем, гоняем. Много пользователей. Ни у кого вот такого паттерна в коде не случилось. Я, значит, залез туда. Долго думал, как это изменить. В результате переделал все. Пришлось переделать. Неделю, наверное, потратил или полторы. Бак починил. Все. Проходит еще лет пять. В этом же месте другой бак. У другого пользователя. Залезаю и говорю, как? На этот раз я вроде все учил, смотрю. А еще вот одна хитрая ситуация. То есть, вот такое бывает. Или пару лет назад починили бак, который посадили там еще наши отцы-основатели, предшественники, который как минимум с 93-го года жил в коде. Там прожжался некорректный код. Ситуация, на которой он… Причем это был тот самый еще старый компилятор, который был для модуля Аберона, для кучи папиритарных языков. Потом в джете работал. И все это время такая ситуация просто не возникала. Вот прошло там больше 20 лет. 30 лет. И на простейшем примере, который был там из нескольких строчек на джаве, этот бак перерывился. Вот такое бывает. Да, но тут с компилятором, конечно, как бы очень, точнее, наверное, в принципе невозможно охватить все возможные варианты, так сказать. Есть интересный подход для этого, для тестирования фазинг, собственно. То есть, например, в Azul Systems ребята тестируют компилятор с помощью огромного количества искусственно сгенерированных случайных тестов. вот, и они вылавливают баги, то есть вот они, про это вот Макс Казанцев рассказывает на конференциях, они действительно, то есть все это находят довольно нетривиальные, сложные баги в компиляторе, просто вот такая генерация случайных программ. Ну, у них, ну, это, естественно, на это тратится большой удостоверительной мощности, то есть там просто постоянно, бесконечно, 24 на 7 идет фазинг. Ну, это, наверное, можно увидеть баги, когда компилятор разваливается, или когда некорректный код поражет. Корректный код тоже, они вы сравнивают. Для случайной программы сложно понять, какой код корректный, какой нет. Что она должна делать? Ну, есть референс имплементации. Нет, она может развалиться, тогда да, а если она просто не то вычислилась. Ну, вот он про это рассказывает, то есть он, собственно, рассказывает, что они все сравнивают с референс имплементацией, да, с GVM, с сыном и маминой подруги, как он выражается, вот, и, ну, проверяют, отличается поведение или нет, и в зависимости от этого, там, считают это багом или нет. Но это интересный доклад, то есть он есть уже в записи, в общем, советую посмотреть. Ну, мы все ссылочки обязательно, да, на упоминаемые здесь доклады и выступления и прочие штуки обязательно добавим, вот всем, кому надо интересно, сходят, посмотрят. Слушайте, а давайте вот еще, знаете, поговорим про вот кроссплатформность. Мне кажется, тоже такая штука и больная, возможно, и интересная, потому что, ну, вот, как бы всем же, да, так сказать, Java, GM, она там работает в Windows, Linux, там, Mac, ну, Mac, наверное, может быть, в меньшей степени, хотя, я же понимаю, тоже, в принципе, есть, ну, он больше... И Mac нормально работает, но Mac абсолютно. То есть, если вы посмотрите на тех самых, на спикеров в Java конференциях, у них у всех Mac, они все в Java показывают своих Mac, никаких проблем нет. Не у всех, не у всех. Ну, 90%. Вот, ну, вот, расскажите тоже про это. Ну, как бы, вот вы, поскольку у вас там своя GVM, да, вот, насколько это вообще больно, не больно, насколько сложно поддерживать GVM с точки зрения класс-сплатформности запуска там на разных системах. Ну, и тут сразу такой вопрос, то есть, если там это сложно, не сложно, но вот насколько велик та прослойка, которая специфична, потому что все равно мы понимаем, что, да, может быть, там большая часть – это что-то универсальное ядро, но вот есть всегда вот этот слой, да, для взаимодействия там с операционной системой, который, безусловно, специфичен в каждый раз. Вот насколько он велик вообще? Ну, давайте я начну кратко. Опять же, тут можно разделить на компюратор и рантайм. Что касается компюратора, для него прежде всего важна ну, архитектура, конечно, машины. То есть, что это? Вот сейчас у нас поддерживаются X86 30-битный, старый, добрый, соответственно, X86 64, 64-битный и ARM32. Возможно, в недалеком будущем мы ARM64 еще поддержим, ARM8. Соответственно, это разные платформы, для них просто нужны разные системы команд, разный код, разные паттерны генерации, ну и все такое. То есть, их, соответственно, для компилятора надо просто уметь генерировать этот код. Ну, это, по сути, просто бэкэнд у компилятора надо написать. Да, да, да. Тут, конечно же, в хорошем компиляторе, хороший компилятор должен быть устроен так, чтобы количество вот этого платформенно-зависимого кода, ну, как-то минимизировать. То есть, мы стараемся, в принципе, более-менее как-то у нас неплохо с этим. Есть еще зависимость от операционки, но она не такая явная, ее гораздо меньше. В компиляторах. В компиляторе, да. Основное, конечно, это все в рантайме. Вот, то там зависимости гораздо более такие серьезные, и там гораздо больше. Ну, про это, наверное, вполне расскажем. Да, вот специфичность в рантайме – это боль. Особенно, если мы говорим про макось. Потому что макось – это вообще враждебная для разработчиков среда. Особенно, если ты пишешь что-то не в Xcode. То есть, там все сделано, чтобы люди единственные программы, которые писали, они использовали бы Xcode, и все. И чуть шаг влево, чуть шаг вправо – расстрел абсолютно и абсолютно враждебная среда для этого. Ну, и плюс там многие механизмы просто реализованы по-другому, чем на обычных Linux. Хотя, казалось бы, и там POSIX, и там POSIX. Да, вот нет. Например, там POSIX сигналы работают по-разному, притом не в пользу макосе совсем. Ну, всякие… Ну, система по-разному. Есть тоже какие-то дикие вещи, типа вот это мейнтрейда. Да, мейнтрейд, что там нужно в мейнтрейде обязательно, чтобы крутился цикл, который перехватывает ивенты, если у вас гуишное положение. То есть, на макосе это вот так должно выглядеть. И потом, кроме этого, работа с памятью от операционной системы тоже работает вообще по-другому. И там всякое… Когда подключаются, отключаются страницы, сделаны по-другому. И все это враждебно. То есть, ну, действительно, это все плохо документировано. Считается, что вообще людям, как бы не относящимся к Apple, не нужно узнать про это, видимо. Вам это не нужно. Да, вам это не нужно. Все это на каких-то там намеках. То есть, у нас есть там пара мест, на тайме до сих пор, в которых написано, ну, вот это типа работает, мы там нашли упоминание вот этого в таком-то типа там мануале, но, короче, типа никакого самоподтверждения от Apple типа нет. То есть, это так работает, но Apple не хочет про это рассказывать абсолютно никому. То есть, это плохо документировано, плохо, ну, как бы в некоторых местах странно и плохо реализовано, и очень враждебно для системных программистов. То есть, когда вы программист на макосе и вы просто Xcode используете, ну, ура, то есть у вас все классно, здорово, удобно, потрясающе. Когда вы программист и системный программист, и вам как бы Xcode никакой использовать не получится, то вот страдайте. И в этом плане это, конечно, боль. Ну, а что касается более такого, ну, более фундаментального разделения, скажем, на Windows специфичный, поиск специфичной части, ну, мы в рантайме тоже стараемся довольно сильно это локализовать, но в каких-то местах без этого никуда. То есть, вот тот же самый, вот мы говорили про остановку тредов системными средствами. На Windows это есть хороший native suspend thread, а на Linux все это реализовано более сложно через те же самые поиск-сигналы, то есть на поиск-сах вообще. Ссылается специальный поиск-сигнал, он перехватывается и так далее. Ну, это вот разная прям реализация. Но мы стараемся это локализовать. То есть, у нас нет такого, что, не знаю, там полкода, вот Linux специфичный, полкода там Windows специфичный. Нет, у нас довольно много шареного кода в рантайме. Мне кажется, что даже больше шареного, чем, скажем, в подспоре. То есть, мне кажется, у нас это хорошо выделено. То есть, мы специально старались выделять вот эти прослойки. Поскольку интерфейсы в той же Windows, они абсолютно разные, я имею в виду системные API, но они похожи, то есть, они разные, но они похожи по сути. То есть, они делают примерно одно и то же. И, соответственно, мы старались делать очень тонкую прослойку над ними. Ну, просто обобщить их в единый какой-то такой интерфейс. Да, да, платформно-независимую. И, соответственно, весь код рантайма, он по максимуму работает с этим платформно-независимым как бы представлением системных вот этих интерфейсов. Да, то есть, только самый нижний горшочек остается платформно-специфичным. Ну, там просто реально мало кода, что довольно приятно. Ну, это круто, это круто. Я могу добавить еще, что рантайм не только, то есть, если компилятор у нас получается процессорно-специфичный, рантайм преимущественно платформенно-специфичный, но там есть тоже процессорно-специфичные части, потому что некоторые куски... У нас немного. Да, да, семблер. Рантайм и оспецифичный, и платформный. Ну, знаешь, вот эти семблерные процедурики, вот эти интенсики, это как бы, с одной стороны, это рантайм, но с другой стороны, они гораздо ближе к компилятору, чем любой другой код рантайма. Нет, ну подождите, подождите, все-таки есть, конечно, и платформы на специфичной части, но, то есть, банально, если у вас адресное пространство 4 гигабайта всего, то и менеджировать его нужно немножко по-другому, чем бесконечно. Нет, ну, смотри, есть такие там реализации, копирование памяти, да, рей-копия то же самое, да, или чего-то такого. Нет, понятно, но я к тому же... Которое зависит от процессора. Нет, все-таки в рантайме, как бы, платформе, ну, процессорно, ну, по крайней мере, от битности процессора, тоже какое-что зависит. Да, 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 такое есть. В компиляторе тоже зависит от битности процессора. Размер адреса – это важно все-таки, как бы 4 или 8. Ну, да, да. Слушайте, ну, вот мы тут много говорим про вашу GVM, но ведь есть же еще другие, да, может быть, вот вы тоже про них что-то знаете, какие еще есть альтернативные штуки, насколько они вот сейчас там в мире GVM популярны. То есть, вы так немножко сказали, что, да, вот там, ну, ваша история, она там длиной в 20, там, с лишним лет, да, даже больше. Вот, а вот есть ли какие-то еще, еще такие штуки для GVM, другие альтернативные реализации GVM, и вообще, как бы, кто их пишет, зачем, вы же наверняка, как бы, смотрите по сторонам тоже, не только, как бы, так, ориентируйтесь на там, hotspot, ну, на оригинальный. Да, конечно, то есть, на самом деле, сейчас вот очень хорошая, на мой взгляд, ситуация в мире GVM, что у нас сейчас, ну, вот я про это и в трейде довольно подробно писал, что у нас большое разнообразие различных вендоров GVM, и с учетом того, что Java от Oracle теперь не то, чтобы особо бесплатная, это очень хорошая штука, потому что, ну, теперь каждый может выбрать себе платную или бесплатную Java по его потребностям. Ну, и, соответственно, у нас очень много разных вендоров существует, которые различные, либо основанные на OpenGDK, GVM, либо вообще другие, какие-то совсем альтернативные, поставляют. Ну, собственно, кроме хадспота и Oracle, и OpenGDK-шного, и каких-то еще настроек на хадспотах, ну, то есть дополнительно именно на хадспоте основанных решений, есть еще довольно перпендикулярные, например, IBM OpenG9. То есть вот она недавно стала OpenG9, раньше это был G9, но это полноценная альтернативная GVM, то есть на самом деле, которую IBM выпускает очень давно, то есть они же наши ровесники, кажется, то есть они очень давно выпускаются. Просто они как-то вообще, хотя IBM контора здоровая, огромная, они как-то вообще не пиарили себя, молчали. И про нас никто не знал, понятно почему, потому что мы маленькие, а про них тоже обычно никто не знал. Можно я про эту тему расскажу? На самом деле, в начале нулевых была большая конкуренция среди GVM. Вот JIT появился, кстати, первым, нифига не в хадспоте. Первый JIT сделал вообще компанией Cementech, которая антивирусы делает, да? Да-да-да. Вот, и в начале нулевых были огромная конкуренция среди статических компиляторов, мы появились тоже не первыми на рынке, которые со статическим компилятором, и среди GVM тоже. И там был и тогда IBM-овский JIT, он был, он нормально так бодался с хадспотом. Начнем с того, что у IBM было две GVM. Да, еще две, еще японская. А этот самый, как он назывался-то? Халапения. Халапения, потом JIT. Липс? Да. То есть, тот самый, у IBM-а было две GVM, одну, Халапения одна, а вот этой IBM-JIT, это вот японский другой. Вот, слушай, я уже... Или три у них даже. Да-да, у них было много. Много GVM, некоторые умерли, осталась сейчас одна, но просто факт, что в нулевых появился там, вот, G-Rocket, такая виртуальная Java-машина, которую сделали в Швеции тоже с нуля, сейчас, потом она была куплена компанией Bio, потом Oracle, а потом, когда Oracle купил Java, он замочил G-Rocket, но она была сделана тоже с нуля, и в начале нулевых была абсолютно жесткая конкуренция между этими GVM-ами, и там, например, вот когда мы ездили там вот в 2004-м или 2005-м на Java-1, на Java-1, когда со своим стендом нам подходили и говорили, с чем вы... Ну, сравнивали там, значит, нашу производительность нашей GVM с хатспотом, нам говорили, с чем вы сравниватесь? Настоящие пацаны-то используют J-Rocket. Да-да-да, и даже я слышал это такое слово где-то как раз вот там, в тех годах. Ну, J-Rocket действительно был очень хорош, это правда. Да, и как бы до сих пор, и я в прошлом году общался с одним из тех самых отцов хатспота Джоном Роузом, и он тоже такой говорит, ах, какие были классные нулевые, там, да, все с друг другом бодались. Ну, сейчас тоже все друг другом бодались. Да, потом было очень больших, а потом где-то в 2005-2006, когда хатспот выпустил шестерку, он просто реально всех по перформансу замочил. Вот такая случилась беда. Вот он просто взял, как-то они так умудрились просто разогнать его настолько, что они стали доминировать на рынке, просто стали доминировать, и никого не было ни слышно, ни слуха, ни духа. И это продолжалось долго. И как бы Java и хатспот это были синонимы, очень долго. А сейчас мы опять переходим в ту стадию, когда Java и хатспот это уже не синонимы, то есть уже есть много реализаций, которые поверх хатспота, а есть делаются, которые давно делались не поверх хатспота, вот это мы и IBM. И сейчас еще вот есть Oracle Labs тоже делают что-то совсем новое. Давай до Oracle Labs скажем, все-таки мы как-то не называем почему-то, давайте скажем про Azul. Да, Azul. Это отличная компания, в которой в России тоже есть много разработчиков, и в Питере, и в Моосибирске теперь. И у Azul, собственно, Zinc. У них, кстати, есть бесплатная, основанная прям совсем на OpenJDK. Это Build, который Zulu называется. Но у них есть и платная версия, у которых у них Low, Pauses, GC. Их знаменитые, которые говорят, что получше, чем все остальное до сих пор. И кроме этого компилятор, который Falcon, и технология ReadyNow, которая позволяет бороться с деоптимизацией. В общем, ребята очень много интересного и крутого делают. И, наверное, это на слуху, в принципе, их имя уже, что Azul Systems – это такой прикольный игрок. Но есть игроки поменьше. То есть, например, недавно уже появился Биллсофт. Что делает Биллсофт? Они там... Разгоняют арм. Разгоняют арм, да. То есть они нацелены на арм, поддерживают интринсики на арме. У них, собственно, опять-таки, OpenJDK-шные билды от Глиберика. И это тоже другой игрок на рынке. Есть еще сап. Есть сап, да, действительно. Есть сап, у которых своя сап-машина. Это тоже, в общем, своя версия. Это тоже много чего интересного. Да-да-да. То есть, на самом деле, разнообразие сейчас огромное. И это здорово. Ну и, на самом деле, здорово в основном-то для пользователей. Потому что, на самом деле, это безумная конкуренция. Ну да-да. Приводит к тому, что просто бесконечная гонка вооружения идет. И это на пользу исключительно клиенту. То есть мы все время улучшаем перформанс. Почему мы все время улучшаем перформанс? Потому что иначе мы отстанем. То есть мы, в общем, вынуждены, как и все остальные, гнаться друг за другом и делать все лучше и лучше. А выигрывать в результате клиенты. Это очень круто, на мой взгляд. И вторая крутая вещь, что несмотря на все эти проблемы с лицензиями, которые сейчас происходят, ну, смена лицензирования, что нельзя просто так взять и скачать Oracle GTK и использовать в коммерческих целях, есть просто огромное количество альтернатив. И, в общем, каждый может найти себе что-то интересное, что-то хорошее. И мне кажется, это здорово. Мне это веру в человечество повышает, действительно, потому что я считаю, что это прям очень круто, и конкуренция это в целом очень круто. И все от этого выигрывают. Здравая конкуренция, она всегда как бы идет на пользу конечному потребителю. Именно вот, когда независимая компания, независимая реализация, и всем как бы хочется свой кусочек пирога пользователей, денег и прочего поиметь, то вот отсюда и рождается вот это все. Все друг на друга смотрят, какие-то там тырят фичи. Ну, тырят в хорошем смысле идеи. Это как бы абсолютно нормальный, здравый подход. Ну, я бы еще тут дополнил. Много имен сейчас прозвучало, большой список. Но это как бы мы сейчас... Просто у нас тоже как бы свой взгляд на это. И когда мы говорим про разное JVM, то есть мы обычно, собственно, про эти вещи говорим, потому что это настоящий JVM, скажем так. А кроме этого есть еще такие, ну, простенькие JVM, скажем так. Ну, типа там RoboWM, всяких Альянов и прочих. То есть они гораздо проще, они там ни разу не по спике, они там многого не поддерживают и так далее. Но, в принципе, тоже они свой сегмент, наверное, находят, потому что какие-то простые JVM-приложины на них работают. И кроме того, ну, они какие-то более легковесные, что ли. Поэтому для каких-то небольших задач, наверное... Ну, я знаю людей, которые ими пользуются. Стоит сказать, что это как бы довольно амбициозно все-таки. То есть RoboWM, ну, к сожалению, проект закрыт, да, и все такое. Но, тем не менее, это была очень амбициозная же цель. То есть запустить как бы Java на iOS полноценно, ну, это же круто. Ну, то есть, да, они мелкие в плане того, что они не очень глобальные, но у них зато цель более амбициозная. Я когда говорю мелкие, я говорю чисто в техническом аспекте, да. Что если смотреть на JVM как на некоторый двигатель, да, то вот те вещи, которые вы с Никитой перечисляли, это скорее разные модели авиационных двигателей, а это двигатель для мотороллеров, скажем так. Но если тебе нужно ехать в магазин за пивом, то ты не на самолете полетишь. Да, да, но проблема в том, что в этот магазин-то, в общем, кроме мотороллеров, похоже, ничего не ездит. Да, правильно. Потому что для самолетов это как-то неподходяще. Это тоже круто, но это же тоже здорово. То есть это еще более насыщает рынок, и вот все эти вариации, это тоже здорово. Нужно больше JVM хороших разных. Слушай, ну, тут мне кажется, как всегда, есть ниша такая вот, когда специфичные какие-то узкоспециализированные вещи, например, там только для ARM, вот как вы приводили. Это вот всегда, мне кажется, на большом рынке каких-то продуктов таких универсальных, если мы говорим про JVM, рассматриваем как некую такую универсальную среду, то вот, например, люди, которые там, вот у нас мы только там не какой-нибудь армии или там на чем-нибудь очень суперкруто там соптимизированы, и они всегда, в принципе, найдут какой-то своего потребителя, потому что, ну, есть такие задачи вполне себе. Ну, в целом, да. Ну, что, не знаю, мне кажется, вроде бы все обсудили тему, какие так хотели. Вроде ничего не... Мы не назвали тех, кого нельзя назвать. Я так прервал, Никиту, наверное, нехорошо, давайте договорим. Ну, ты же начал уже говорить, а я прям прервал тебя по поводу Grail VM. Да, да. Есть Grail VM, да, это Oracle Labs, просто там под одним брендом там скрыто несколько технологий, одна из них это просто джид-компилятор, написанный на Java, и многим нравится он именно из-за этого, потому что они там мудрились делать каких-то оптимизаций, которые они утверждают, что они там реально чего-то разгоняют, а есть еще, типа... Нет, подожди, там есть, на самом деле, три вещи. Первая это Grail VM, который компилятор... Он Grail, просто Grail, да. Потом есть, вот я не знаю, как сейчас называют, когда появится вот Traffle, да, он так и называется сейчас. Это вообще суперская идея, кстати. Это, кстати, идея из скаловской команды исходит. Вообще эти ребята, я с ними одно время, ну, как-то старался контакты поддерживать. Они большие молодцы, они много всего сделали. Ну, вот этот товарищ оттуда пришел в Oracle Labs просто, и вот он эту идею придумал. Она там... Идея состоит в том, что мы берем для там всяких разных динамических языков, всего прочего. Строим там AST, AST во время исполнения. И потом что-то там тоже, соответственно, какой-то профиль собираем, а потом это, ну, тоже схлопываем, оптимизируем. Ну, в общем, это подходит для всяких джаваскриптов и прочих таких вещей. То есть для очень динамических языков, для которых сама технология, вот именно ходспота там C2 и их джитов, вот, она недостаточно мощной является, ну, вот, а вот именно Traffle для них хорошо работает. Вот это вторая часть, и третья, вот это Substrate. Про него, Ланя, наверное, скажет, что мы очень любят. Ну, дело в том, что у нас, да, там, так получается, что Substrate.vm во многом по преимуществам, которые они как бы пытаются презентовать, они с нами пресекаются, и в результате у нас, естественно, получаются такие хорошие аргументированные научные споры. Вот, ну, Substrate.vm, идея заключается в том, что, ну, во-первых, часть рантайма написана на Java, тоже, ну, даже, ну, типа на Java, не совсем, но, в общем, на Java, ну, под диалекте Java. Вот, а во-вторых, идея в том, что давайте все, вот, я скомпилирую, включаю рантайм, и даже пойдем дальше, и во время компиляции предварительно выполним то, что обычно, ну, во время компиляции как бы не выполняется. Например, давайте заранее выполним все климиты. То есть, инициализацию классов. Да, то есть, инициализацию классов сделаем, например, заранее, и будет, в общем, здорово. А инициализация классов – это исполнение произвольного кода вообще пользовательского, который в классах написан. Ну, как вы понимаете, это немножко нарушает спеку, ну, то есть, совсем. И немножко не всегда работает. Да, это, соответственно, не всегда работает. Но на тех случаях, где это работает, это дает потрясающий стартап, который мы тоже как бы физически не можем достигнуть, потому что мы следуем спеки. Ну, логично, да. В чем идея? Что они просто, GVM, стартуют с какой-то точки, где у тебя уже все происполнено. То есть, GVM, когда доходит до точки исполнения, где она может выполнить тот же самый Hollow World, оно до этого очень много инициализирует. А в Substrate VM они сделали так, что это все из памяти загружается. Да. Ну, в принципе, эта идея, она тоже не так, чтобы сказать, уж очень новая. Ну, да. Потому что в Android сделали так, ну, там, ну, там похожим образом, там, мне кажется, вот там, как там сделали, это вообще очень интересная идея. Они просто запускают свою вот эту, ну, у них не совсем GVM, да, но аналог. Запускают ее просто, она инициализирует именно рантайм, все такое, а потом просто висит. В результате, когда джавское приложение запускается, они просто форкают этот процесс с уже готовыми данными, все, и в нем запускают это. То есть, весь этап инициализации рантайма вот этого всего, он делается только один раз на загрузке системы. А здесь они это делают при компиляции. Да, при компиляции. Ну, понятно, что это не всегда может работать, но там, где работает, это дает действительно преимущество по стартапу. Это еще похоже на какой-нибудь VirtualBox, который имеет имиджи сохранять, потом стартовать программы с того момента, где-то со шатдаунили. Фактически они это сделали вот внутри своей этой штуки. Ну да, это, собственно, даже называется Native Image Generator. Да. То есть, ну, внутренний термин такой. Вот, ну и молодцы. То есть, это вот такой вот ресерч-проект, но только нужно понимать, что он довольно жестко нарушает спеку. То есть, соответственно, любое приложение на этом не заведется. Ну, у них и нет такой цели, наверное. Ну, и при том, если, ну, короче, есть ряд ограничений для приложений, которые таким образом не запускаются. Он довольно большой. Вот. Ну, и, соответственно, почему у нас возникают иногда некоторые споры? Потому что, во-первых, у нас были похожие технологии в начале нулевых, про это Никита, можно сказать. Вот. И мы тогда от них отказались, потому что, ну, посчитали, что... Для Java это не работает. Да, да. Я считаю, как минимум историю с колесиком нужно рассказать, чтобы оценить масштаб бедствия. Ну, окей. Давай рассказывай. Давай ты. И кто ее хорошо... Ваня, ты недавно про нее писал. Ага, ну, хорошо, собственно. Ну, тут надо сказать, что у нас в начале нулевых был проект JetPerfect, который, в общем, похожими вещами занимался. Ну, и в том числе, ну, идея была в том, чтобы выкинуть из образа, то есть из экзешника, все неиспользуемые там классы, джары и так далее. Ну, и, соответственно, получить там... И прооптимизировать оставшиеся. Да, оставшиеся жутко прооптимизировать, и в результате тоже получить стартап, маленький размер экзешника, маленький футпринт, вообще все очень маленькое и крутое. В общем, то, о чем сейчас о своем оцеплении. Да, да, да. Пока о своих фичах. Вот. И, соответственно, такая идея была, и она была реализована в виде проекта JetPerfect, и она работала, ну, опять-таки, в определенных ограничениях. Понятно, что вы не можете, там, не знаю, использовать классы, которые были выкинуты, поэтому если вдруг как-то вы все-таки их захотите заиспользовать, у вас все развалится. Ну, логично, да. Да, вот. Ну, и, соответственно, ну, а чтобы понять, что вы правда используете, а что нет, то, что до этапа компиляции делался тестовый запуск. И вы, собственно, ну, просто там свое приложение запускаете в обычном режиме, не знаю, протыкиваете, если это гуевое приложение, и, ну, смотрите, что правда исполнялось, и, соответственно, все нужные классы засасываются. Да, ну, это делается как раз для того, чтобы те классы, которые компилятор не может видеть с помощью анализа, а именно, там, рефлексии, то, что... Не, ну, чтобы они срабатывали в рам-тайме просто. Да, да, да. Просто при этом пробном запуске они логируются, и потом это дается на вход компилятору. Значит, вот эти классы тоже нужны. Ну, да, ну, и, собственно, был у нас... такой продукт, просто JetPerfect, и был один клиент, который очень хотел этим пользоваться. И клиентов было много у этого пробного. Да, да, да. Окей. Это фича, но боль такая была не у всех. Да, расскажем про одного клиента, у которого была боль. Собственно, он захотел заиспользовать JetPerfect, у него было некое гуевое приложение. Собственно, он его там протыкал, все как надо, вроде все, вся зависимость, ну, запаковались в экзешник, скомпилировались. После этого он поставил это приложение клиентам, и у них внезапно стало разваливаться, как будто используется какой-то класс, который раньше не использовался. Хотя он очень подробно все возможности просто все протыкал, в общем, все у него должно было быть хорошо. Ну, стали разбираться, выяснилось, что это довольно далекий год был, и у этого человека еще на мышке не было колесика. То есть, были тогда такие мышки без колесика, и, соответственно, у него… А приложение было гуевое, соответственно, там была прокрутка. В АВТ-свинге, в стандартной JDK, там просто классы для мышки грузятся динамически. Соответственно, он определяет где-то там на старте, что мышь имеет колесико и грузит класс для колесика, а этот класс не попал. Да, но у клиентов уже были более современные мышки, они их покрутили, у них все разваливалось. Ну вот, то есть, все это похоже на решетор. Поэтому, когда сейчас SM-овцы говорят, что, в общем, нормально все, нам это странно слышать. Может, они просто еще не понимают масштаба бедствия, не сталкиваются с этими проблемами, ну, значит, скоро поймут. Стоит сказать, что они все-таки оговариваются всегда, что это не для всего работает, они подтверждают и говорят, что для какого-то класса. А, ну я еще другую, про второго клиента расскажу, он делал игрушки, соответственно, и там тоже все было как бы хорошо, то есть, он тоже там протыкивал, там все такое. А потом оказалось, что если дойти до четвертого уровня, причем игра, ну, типа вот этих старых 2D игр, там где что-то бегаешь, прыгаешь. Если дойти до четвертого уровня, то все крышается. Ну, потому что там какой-то элемент визуальный или что-то такое подгружался тоже, которого до этого не было. Ну, он в прогоне просто прошел. Да, да, да. Просто загружался в новый класс. Этот клиент потом прямо осознанно отказался от использования Jet Perfect, потому что, ну, не работает эта вещь, то есть, невозможно пройти всю игру. Ну, как протестировать, да, просто собрать проще, пройти всю игру. Хотя прямо, да, то есть, как бы, у него получался маленький размер экзешника, то есть, он показывал эти игры на Java One, то есть, это было отдельно. На Floppy, по-моему, влезал, 1.4 мегабайта, что-то типа там. Нет, на Floppy влезал СВТ-приложение. Нет, а у него этот... У него там 2,5 мегабайта, 2,5 мегабайта, да, Mugman GL был, 2,5 мегабайта экзешник, все хорошо, все прекрасно работало. Но вот не протестишь по нормальному, потому что Java имеет такую интересную особенность. Это к вопросу о том, что вот как бы невозможно в каком-то осознанном такое время ограниченное, да, протыкать вот и вообще все возможные, ну, скажем, охватить все возможные участки кода, то есть, захватить везде, где может что-то там подгружаться, динамически создаваться и так далее. Да, именно так. Ну, вообще, технология такая крайне ненадежная, конечно, использовать ее чревато. Ну, что ж. Нет, примерами, кажется, очень... Ну, что такое ресерч идет, потому что, на самом деле, все-таки, чтобы не осталось негативной оценки, ну, в любом случае, это ресерч-проект, весь этот Grail VM, да, и, в общем, это круто, что люди ресерчат. Ресерч – это хорошо. Ну, как бы, Grail компилятор, он прям реально уже сейчас на продакшен дает какие-то результаты. Ну, Grail компилятор, да, это отдельная как-то история. Не, ну, ресерч, он для того и есть ресерч, чтобы как бы и хорошие, и плохие, и какие угодные, и даже самые какие-то инновационные решения, идеи опробовать, и излечь из них опыт, самая главная задача его. А потом уже может появиться более уже такая осознанная, осмысленная реализация, где эти все штуки могут быть учтены, и тем самым получить в итоге какой-то выигрыш, профит для всех, собственно говоря. Ну, что, мне кажется, это хорошая такая точка, и как раз позитивная, и хорошие классные примеры про мышку с колесиком. Давайте, наверное, на этом потихонечку закругляться, тем более мы так, не много, не мало, два часа уже с вами тут наговорили. Неожиданно, да, время пролетело. Ребят, спасибо, что пришли, было очень интересно, позитивно, здорово, классно. Напомню, что у меня в гостях был Никита Липский, Павел Павлов и Иван Углянский из компании Excelsior. Ребят, спасибо вам. Спасибо тебе. Вот, друзья, ну, вы тоже слушайте, пишите ваши комментарии, замечания, всегда интересно узнать, понравился, не понравился ли вам выпуск, эта вся обратная связь очень важна. Ну и до новых встреч, все, всем счастливо, пока-пока. Пока. Пока. Пока.